И мы передаем слово Екатерине Шабаршиной или Шабаршиной. Екатерина, как правильно? Пока открывают презентацию, я тогда расскажу кратко о себе и о компании. Наша компания занимается производством оборудования для нанесения штрих-кодов, маркировки, даты производства. Название компании ни о чем не скажет. Мы являемся американской компанией подразделением корпорации Данахер, но то, что мы делаем, встречается на каждом производстве, в том числе Технониколь является нашим клиентом. То есть наши принтеры наносят, например, если вы покупаете какие-то продукты в магазине, сыр, молоко, сок, там везде стоит дата производства. Это делают наши принтеры. Если вы покупаете строительные материалы, там стоят штрих-коды и все, что наносится, это тоже наше оборудование. Этикетки со штрих-кодами, на фарме, на каких-то электротоварах, на кабеле, вот все, что производится, все, что проходит через производственные линии, там везде стоит оборудование, либо наше, либо аналоги. Сегодня я расскажу про телемаркетинг как один из инструментов, который мы используем в нашей работе. Сразу тоже оговорюсь, что кроме телемаркетинга мы активно используем диджитал инструменты. В мероприятиях мы сейчас практически не участвуем. То есть основные инструменты у нас телемаркетинг, email, рассылки и диджитал. Это контекстная реклама и SEO. Значит, кратко о своей презентации. Расскажу о том, какие задачи телемаркетинг решает, о нашем опыте в аутсорс и инсорс телемаркетинга. Мы работали как с внешними компаниями, потом мы приняли решение о том, что мы будем устроить собственный телемаркетинг, о том, как мы устанавливаем контакты, в чем разница обзвонов B2C и B2B, как мы построили свою базу, какие мы используем KPI для оценки эффективности работы, как мотивируем специалистов и какие ожидания по продажам, какие формулы мы используем для расчета. Значит, на данный момент существует три глобальных задачи по телемаркетингу. Первая задача – это актуализация существующей базы. То есть, если есть у вас какая-то база либо база, которую вам предоставили партнеры, перед тем, как с ней работать, нужно ее проверить. Работают ли действительно до сих пор все эти контакты, которые там есть на этих должностях, действуют ли у них телефоны, имейл-адреса, может быть, открылись какие-то новые производственные площадки, может быть, торговые точки открылись. Все это проверяется посредством актуализации. То есть, звоним и проверяем, задаем соответствующие вопросы, обновляем информацию в нашей CRM-системе либо базы данных какой-то другой. Вторая задача – это расширение базы потенциальных клиентов. То есть, в этом случае приобретается база где-то сторонних источников, либо на порталах, либо покупается, вот я дальше буду говорить, ESL, DMS Park. И прозванивается, тоже задаются вопросы на предмет, может ли компания быть потенциальным клиентом. То есть, звоним, задаем свои ответствующие вопросы. В нашем случае мы звоним и спрашиваем, есть ли у вас производственная линия, есть ли у вас производство в России. Если есть, то считаем уже, что это может быть компания нашим потенциальным клиентом. И третья, самая важная задача для отдела маркетинга – это поиск горячих интересов. Редко бывает так, что мы позвонили, узнали клиенту, что у них есть производственная линия, они говорят, да, нам надо там 10 ваших принтеров, давайте быстрее. Чаще всего это долгосрочный проект выстраивания отношений, то есть мы занесли клиента в базу, мы начинаем ему отправлять какие-то наши рассылки в зависимости от того, какой отрасли относится клиент. Потом мы клиента обзваниваем где-то раз в полгода, все это записываем в CRM, и в какой-то момент клиент говорит, что вот на следующий год у меня есть бюджет, позвоните мне там, например, в ноябре, и мы подумаем о том, что вы можете нам предложить и насколько это для нас будет актуально. Отдельно хочу подчеркнуть, что телемаркетинг – это не продажа по телефону, мы ничего не продаем. Мы выясняем потребности клиента, мы выясняем его планы, мы выясняем, насколько то, что мы предлагаем, для него актуально. То есть мы никогда не говорим, купите у нас принтер, или мы цены называем только, если клиент сам об этом спрашивает, и то порядок цен. Точную цену маркетинг назвать не может, маркетинг ее не знает. Мы можем сказать, что такое-то оборудование будет стоить от и до. Точная цена зависит от комплектации, зависит от того, сколько будет стоить пусконаладка, от того, сколько часов все это займет, и конечную сумму уже будет рассчитывать менеджер по продажам, и коммерческое предложение тоже готовит менеджер по продажам. Маркетинг выясняет потребности и находит лиды. О том, внешний или внутренний телемаркетинг. Изначально у нас не было своего телемаркетинга, мы отдавали все задачи на аутсорс, пользовались услугами разных компаний, и могу сказать, что мы пришли к тому, что нужно открыть собственный телемаркетинг-отдел. В чем плюсы и минусы? Плюсы аутсорс в том, что можно оперативно решить какую-то одну задачу, если нет собственных ресурсов. Например, мы купили базу потенциальных клиентов, ну скажем, все производства по фарме, и нам нужно узнать, подходят и могут ли они являться нашими клиентами, то есть есть ли у них производственная линия, либо там сидят там три бабушки, они клеят этикетки, соответственно, это не наш клиент. Мы нанимаем компанию, ставим, пишем для них скрипт, и компания начинает прозванивать. Почему говорю, что только одна задача, если задачи ставить больше, то сторонняя компания начинает путаться, они не знают бизнес, они не знают, какие вопросы задавать, и лучше всего задавать какие-то задачи поверхностные, то есть не глубокие, которые не требуют проработки. Были у нас такие ситуации, мне все разговоры потом предоставляли на прослушивание после таких задач, они идут очень четко по скрипту. Они не понимают, они не слушают ответы, которые им говорят. То есть были ситуации, например, задают вопрос, у вас есть производственная линия? Им отвечают. Да, есть, но она сейчас не работает, мы запустимся через полгода. А следующий вопрос у них по скрипту, а вас устраивает оборудование, которое работает на линии? И вот они начинают задавать эти вопросы, клиент говорит, так я же вам сказал, что у нас линия не работает, через полгода мы запустимся. Все, и у человека ступор, потому что следующий вопрос уже, а какие у вас планы по покупке оборудования? И он же специалист по телемаркетингу внешне, он не может уже перепрыгнуть, потому что он не понимает дальше, что спрашивать. И вот эти вопросы начинаются по кругу. Ну вот поскольку мы с этим сталкивались, максимально упростили в итоге скрипт, чтобы просто задавали там два-три вопроса и никоим образом там не глубже, никакие планы, там не бюджеты не устраивает, не устраивает, потому что ну дальше идет только негатив со стороны клиента. Если вот главное преимущество собственного телемаркетинга это в том, что мы можем научить наших специалистов разбираться в теме. Это не говорит о том, что они будут прям, что они могут по звонку клиента подобрать, ему идеально там оборудование по всем показателям. Нет. Они просто знают, о чем они говорят. На это уходит время, где-то в среднем до 2-3 месяца, чтобы обучить человека, который пришел с опытом холодных звонков, разбираться в нашем бизнесе. Но вот где-то после 2-3 месяцев человек начинает работать, потому что он понимает, о чем речь. Конечно, у нас до сих пор бывают некие конфликты с менеджерами по продажам, которые говорят, что мы там продаем что-то, что не подходит. Но после того, как мы стали предоставлять записи разговоров, уже эти конфликты у нас ушли. То есть к маркетингу было некое недоверие со стороны продаж, но теперь уже этой ситуации нет. Также существует еще очень важный плюс – это эффект памяти клиентов. Некоторые специалисты по телемаркетингу у нас ведут клиентов год-два, например. То есть они звонят клиенту, и клиент говорит, перезвоните мне через полгода, а пока отправьте мне такую-то информацию по такой-то технологии, например, по аппликаторам, пришлите мне информацию. Соответственно, специалист заходит в CRM, ставит задачу, отправляет ему информацию, через полгода снова звонит. Говорит, да-да-да, я все почитал, отдал Ивану Ивановичу, но Иван Иванович сейчас уехал, перезвоните мне через месяц. И, соответственно, вот так клиентов ведут, и в какой-то момент он говорит, да, все, мы готовы, все, давайте, шлите нам предложения. Бывает, что какое-то дорогостоящее оборудование покупают, соответственно, вот такие проекты, они выстреливают, и довольно выгодно получается и для самих специалистов по телемаркетингу, и для компании, поскольку все специалисты по телемаркетингу, они замотивированы на продажу по количеству единиц оборудования, то есть они получают бонус, если с их звонка была продажа. Среди минусов, ну это постоянные затраты на зарплату и премию, то есть если, например, внешний телемаркетинг, один раз мы наняли компанию под какие-то задачи, обзвонили и все, то здесь вот у нас постоянные затраты, и в случае, если какой-то специалист уходит, то показатели все падают. Почему я об этом говорю? Потому что у нас, как у американской компании, есть показатели по количеству лидов ежемесячно и по количеству продаж, которые должны идти от отдела маркетинга. Продажи идут по общей продаже и продажи новым клиентам. Каждый месяц мы эти показатели замеряем и отправляем в главный офис. Соответственно, если вдруг там кто-то заболел или кто-то ушел, то показатели отдела очень сильно падают, и надо будет в последующих месяцах вот эту разницу ее как-то компенсировать. Поэтому, конечно, нам интересно, чтобы люди работали с нами долго, чтобы текучки не было, чтобы были постоянные прирост лидов согласно плану. Какие базы данных мы используем для обзвона? Вот Spark или Seldom? Seldom я здесь не указала, извиняюсь. Агентство деловой информации, бизнес-карты или аналоги? Я просто их перечисляю через запятую, потому что мы очень много всего попробовали, и самый большой выхлоп — это по отраслевым порталам, по тематическим, через интернет, либо списки участников профильных выставок. Но могу сказать, что вот когда мы получаем эти базы, начинаем их прозванивать, то результативность дозвона — это от 20 до 40 процентов. То есть это просто дозвон, это то, что мы дозвонились действительно до той компании, которая указана, поговорили с каким-то человеком, узнали, что они действительно существуют, и они действительно занимаются тем, что написано. Поэтому я могу сказать, что вот со своей стороны, как потребитель этих баз данных, очень низкое качество по тем телефонам, которые указаны. Я вот, ну, Seldom не пробовала, но вот по всем остальным могу сказать, что это так, максимум 40 процентов. Дубль ИС какой-нибудь? Дубль ИС, они же проверяют свои номера телефонов? Ну, мне тогда иногда кажется, что они просто указывают какие-то номера специально, чтобы до них не дозвонились, зная о том, что эти базы будут где-то продаваться или где-то это будет светиться. Ну, у всех же компаниях есть там телефоны, по которым можно дозвониться, и телефоны, по которым вероятность дозвониться небольшая. Вот мне кажется, что здесь они просто намеренно указывают другие телефоны, по которым, ну, очень сложно добиться. И вот мы иногда просим, например, с Илзов, там, знаете, вы такую компанию, может, у вас есть какие-то другие телефоны? Бывает, что они говорят, да, мы знаем, вот, вот, позвоните, вот, по другому номеру. Просто он нигде не указан. Поэтому вот так вот. Многие шифруются у нас. Какие этапы создания базы мы проходим? Значит, первичное то, что я сказала, это холодный обзвон внешней базы, поиск того, может быть клиент, может быть компания нашим потенциальным клиентом или нет. Дальше мы заносим эту компанию в CRM, то есть создаем нового клиента, новую компанию с контактом. И дальше, если клиент ничего не говорит о том, что ему нужно там срочно перезвонить или там перезвонить через полгода, мы просто начинаем с периодичностью раз в полгода он попадает у нас в обзвоны. Обзвоны могут быть по разным тематикам. Например, у нас вышло какое-то новое оборудование, мы сделали рассылку, дальше выгрузили тех, кто открыл наше письмо и начинаем звонить и спрашивать, есть ли у вас какая-то потребность в ближайшее время, там, ближайшие полгода, планируете ли вы закупку? Какие у вас планы на следующий год? Когда имеет смысл вам позвонить, может быть, для вас будет что-то актуально. То есть мы, клиент попадает в обзвон, мы начинаем с ним контактировать, по итогам разговора обязательно отправляем, так называемый, у нас есть шаблон «Спасибо за разговор», в котором есть ссылка на наш каталог оборудования. То есть клиент, даже если ему ничего не актуально, у него в почте уже будет висеть наше предложение и в какой-то момент у нас есть, были случаи, когда компания открывала наше письмо, через три месяца и было 57 просмотров нашего письма. И мы поскольку видим, что начинает, ну я так смотрю, там 10, 20, на следующий день уже 40, думаю, да что ж такое-то они нашли в нашем письме. Начинаем им звонить, спрашивать ребятам, а что вам что-то интересное? Нет, вы знаете, мы вот тут вот, у нас три отдела и все изучают ваше письмо, позвоните нам через неделю. В общем, через неделю было 57 просмотров. Ну видимо, да, кого-то еще подключили, но в итоге они вот в тот год ничего не купили, только на следующий год. То есть вот так вот мы с ними общались, вот они у нас висели. Да. Salesforce. Мы видим, если контакт открывает письмо, мое письмо было отправлено через Salesforce, у нас там триггер срабатывает. Там два раза посмотрел, три раза посмотрел, четыре раза посмотрел. А get response показывает? Так, и дальше, значит, третий шаг. Это когда мы начинаем звонить уже, нам позвонили два, три, четыре раза, мы видим, что нерезультативно, ничего не знаем. Начинаем изучать историю. Я, конечно, прошу всех телемаркетологов изучать историю на второй, на третий звонок, но по сути, вот я по опыту вижу, что они начинают звонить, когда вот они видят, что уже это, ну, кроме до них звонили или они уже звонили, результата ноль, они начинают изучать историю. То есть смотрят, разговаривал ли менеджер с клиентом, ездил ли менеджер к клиенту, какое оборудование, может, у клиента конкурентное оборудование стоит, соответственно, нужно узнать, а почему они выбрали конкурента, не сломался ли конкурент, может быть, у них там что-то подорожало, может, расходные материалы подорожали у них, может быть, стоит нас рассмотреть. Соответственно, это тоже информация вся есть в CRM, плюс это видит не только маркетинг, это видит еще отдел продаж и отдел обслуживания клиентов. То есть все контакты с клиентами, к нам прописаны роли клиентов, то есть маркетинг звонит, например, только тем, кто связан с производством, отдел по работе с клиентами звонит, тем, кто связан с расходными материалами, закупкой занимается, сервис звонит инженерам-наладчикам. Соответственно, у всех контактов прописаны роли, и каждый ведет диалог со своими контактами, и потом это все отображается в карточке клиента. При повторном звонке, что мы знаем, ну, тоже коллега у меня предыдущий обозначал, что дата встреча, фамилии участников, день рождения. Это тоже все важно, но мы еще обращаем внимание на какие-то намерения. Может, бывает так, что наш сейлс запланировал встречу, но по какой-то причине встреча не состоялась. Мы тоже это видим. Либо было проведено демооборудование, но продажи не было. Мы тоже можем позвонить, спросить, назначить какую-то следующую встречу, либо, может быть, им что-то не подошло, либо у них нет денег. Соответственно, все это тоже записываем. Видим количество активных проектов. Например, если сейчас ведется проект по продаже, проекты обычно ведутся от трех месяцев до восьми месяцев, и если, например, активный проект открыт, мы туда не звоним. Просто потому что сейлс уже общается с этим клиентом, чтобы никак не пересекаться. Мы проверяем, если работа ведется, мы просто пропускаем этого клиента, не звоним ему. Две минуты прям. Хорошо, я попробую. Значит, маленькие хитрости. Что мы используем в работе, но я тут не буду говорить о каких-то хитростях, которые рассказываются на тренингах по работе по телефону, по обзвону, либо по продажам, но могу сказать, что мы в работе используем. Для того, чтобы обойти секретаря, мы говорим о том, что нам нужно сообщить контактному лицу о том, что что-то поменялось в оборудовании, обновилась прошивка, или срочно нужно сообщить серийный номер, или какую-то другую техническую информацию, которую секретарь не поймет. Срочно, да, вот там срочно нужно узнать, вот мы тестировали, и вот нам нужно узнать, не сгорело ли у вас там на производстве, все срочно соедините, прямо очень важно. Чаще всего это срабатывает. Да, если не знаем, то говорим, что нам нужно узнать по работе оборудования, что наш клиент, что ваш клиент, бывает еще так, что у нас тоже есть такая хитрость. Нам звонил от вас Иван Иванович, ваш инженер, оставил заявку, и вот мы перезваниваем. Он говорит, что наш инженер не Иван Иванович. Ой, вы знаете, у нас секретарь неправильно записала, соедините, пожалуйста, но вот из вашей компании звонили, вот ваш телефон оставили. Вот так вот тоже бывает делаем. Ну, это как бы тоже такие подходы. Дальше заинтересовываем, если уже все соединились мы с ЛПР, обязательно сообщаем ему какой-то инфоповод. Не просто там здравствуйте, мы позвонили, вот там предложить вам нашу новую модель. Мы говорим о том, что мы звоним вам сообщить о том, что у нас вот там сейчас проходит акция, например, по трейдину, либо у нас там до конца месяца мы устанавливаем бесплатно, приглашаем вам на выставку, вас на выставку, в которой мы участвуем, или с нашими партнерами. Поздравляем с Новым Годом, вот бывает мы обзваниваем, тоже очень приятно. Иногда мы звоним просто там, спасибо, что вы наш клиент, вот вы там очень долго с нами работаете, вот мы сейчас, ну, таких клиентов не очень много, которых мы так просто звоним, благодарим, но тоже очень повышает лояльность. И тоже раз в год мы проводим опросы по лояльности. И эффективность очень высокая, когда вот мы просто говорим, что спасибо, мы очень довольны, очень рады, что вы до сих пор с нами, что вот, в общем, спасибо вам большое. Так, ну тут я проскочу, дальше мы записываем все ответы, благодарим за разговор, передаем всю информацию менеджеру. И тоже очень важный шаг, на который я обращу внимание, нужно удостовериться, что менеджер все это получил. Потому что, ну, раньше у нас было так, что маркетинг отправляет, а менеджер не получает. Ну, забыл, не открыл, пропустил, удалил, но, в общем, с клиентом не связались. Клиенты начинают звонить повторно и возмущаются, как же так, вот я же вам все сказал, мне никто не перезвонил. Поэтому сейчас задача телемаркетинга удостовериться в том, что менеджер все получил и менеджер действительно свяжется. То есть мы перезваниваем, мы отправляем письмо, а потом перезваниваем менеджеру для того, чтобы удостовериться, что он все получил и он свяжется. Немного про мотивацию еще расскажу. Мотивация у нас две составляющие. Первая – это материальная. Специалисты по телемаркетингу получают премию за выполнение плана. План у нас идет по разговорам и по количеству лидов. Дальше они получают премию за продажи по сгенерированным лидам. То есть если по их лиду была продажа, они получают премию за каждую единицу проданного оборудования. То есть может быть один звонок, но, например, продали 20 принтеров. Соответственно, получают премию за 20 принтеров. И премию за правильно обработанные входящие звонки. Там небольшая, буквально просто, так сказать, сам факт, что… Потому что бывает, что телемаркетинг у нас слишком занимается исходящими звонками и игнорирует входящие. Мы вот такой вот ввели небольшой бонус, буквально копейки, но просто сам факт, что чтобы они обращали на это внимание. Нематериальное. Отмечаем успехи каждого сотрудника по итогам месяца, либо по итогам квартала. Ну там буквально, ну тоже так чисто символически, там пицца, пироги. У нас также бывают конкурсы среди всех компаний по миру. У нас около 20 офисов в разных странах. И каждый месяц проводится конкурс лучших специалистов телемаркетинга по всему миру. Они тоже собирают данные по всему миру и там объявляют, например, вот там такой-то специалист из Германии или вот мы из России недавно выиграли этот конкурс. И вот присылают такую вот карточку, что вот вас поздравляем, вы стали лучшим специалистом по телемаркетингу за октябрь 2017 года. Все всегда очень радуются, это очень приятно, такое мировое признание. Вроде тоже мелочь, но вот как бы сам факт, потом это мы распечатываем, вот это видно. Дальше проводим тренинги, повышение квалификации с привлечением внешних специалистов, но командный активный отдых. Также на стене у нас висит такой же недельный отчет, который видят все. В отчете напротив имени каждого специалиста отображается количество разговоров, количество лидов, продажи, сумма продаж и процент выполнения плана. Соответственно, это очень мотивирует их на внутреннюю конкуренцию, потому что они видят, что, например, у Ирины там 115 процентов выполнения плана, а у меня всего 80. Вот, как же так? И они начинают уже между собой конкурировать, и тем самым вот в конце месяца, ну, чаще всего два человека из трех план выполняют. Просто потому, что они вот, для них очень важно быть не хуже всех. Ну, я думаю, для каждого человека важно быть там не в красной зоне, а вот как-то поближе. Также у нас есть показатели по продажам за отдел, тоже отдел телемаркетинга либо выполняет, либо не выполняет план. Почему я говорю по отделу? Потому что у нас в отделе маркетинга есть еще диджитал, у него тоже свой план, есть план по email, рассылкам по продажам, и вот суммарный план. То есть исходя из того, кто выполняет, кто не выполняет, оценивается общий план отдела маркетинга. Также мы мониторим рост баз данных, ее качество. Здесь вот разбивка по столбикам это месяцы. Цель, количество организаций, количество контактов, email-адресов и количество контактов с телефонными номерами. На год мы ставим цели, сколько у нас должно быть и сколько мы по факту выполняем. Соответственно, тоже мы за этим следим очень пристально, потому что как только у нас начинает улучшаться база, это означает, что у нас улучшается качество дозвонов и качество лидов. KPI телемаркетинга, то, что я уже упомянула, количество разговоров, лидов, конверсия, процент перевода лидов в продажу. Заканчиваю? Сейчас я буквально этот слайд закончу, все. Количество отложенных, отмененных и количество добавленных клиентов. Так, как контролировать это, я пропущу, скажу отдельно, что мы просто записываем разговоры и читаем разговоры в конце каждого рабочего дня, каждого специалиста, проверяем то, что он внес в CRM. Просто вот открываю я в конце дня разговоры и читаю, что записано, и избранно могу послушать какие-то разговоры для контроля. ожидания по продажам, но это тогда в презентацию уже посмотрите. Я здесь на примере провожу, сколько нужно организации обзвонить для того, чтобы повысить продажи, например, на 20% с учетом среднего чека и сколько дней нужно обзванивать. То здесь я считаю из количества заказа, конверсии исторически. И благодаря таким расчетам могу делать планирование компаний по телемаркетингу на какой-то длительный период. То есть, например, знаю, что у меня такая цель, и я могу спланировать, что там за 95 дней мы этот обзвон произведем. И с учетом того, повысим продажа, например, на 20% по сравнению с прошлым кварталом. Воронку продаж по лидам, как у нас это работает, тоже тогда посмотрите в презентацию. Входящие и сходящие лиды и в продаже. Тоже коллега мой показывал. И схема работать отдел телемаркетинга. Все лиды преобразуются либо в новую организацию, либо в существующую. Или помечаются как мертвые, исключаются из дальнейшей кампании. Ну, в общем, у меня все. Спасибо. Вопросы? Один. Кто первый поднял? Меня зовут Игорь. Вопрос. Вы говорили о том, что специалисты телемаркетинга отвечают за то, чтобы менеджеры по продажам проконтактировали с клиентом? Да. А по какой причине это делается вот именно таким образом? Они, например, в СРМке ответственный менеджер ставится за клиентом, там специальная галочка, что вот он еще не проконтактировал. А потом в конце дня недели директор по продажам бьет по голове тем, кто не отреагировал. Почему не так? Это все есть. Это не работает. Вот это не работает? Это не работает. Как интересно. Человеческий фактор, объясню. В первом случае это тоже человеческий фактор существует? Или там уже бьют по головам не продажникам, а телемаркетам? Нет, там получается как? Ответственный директор по продажам, он действительно в конце выгружает, видит какие-то проекты, по которым не проконтактировали. Он спрашивает, Вася, ну почему? Он говорит, да я не дозвонился. Ну что ты, ну не дозвонился. Никто не отвечает, да. Он говорит, ну ладно, наверное, маркетинг не тот телефон сказал. И все. А потом получается, что маркетинг край. Сейлс не проставляет это, только маркетинг может попытки звонков проставить. Сейлс может записать разговор или не записать, он может проигнорировать. У них нету показателей по разговорам и по звонкам, в отличие от маркетинга. Директор по продажам против, он считает, что это лишняя работа для селсов. Что это работа маркетинга. Звонить, да, и помечать все это в селсфорсе, это работа маркетинга. Поэтому мы вот выработали для себя такую схему, что нам проще вот чисто по-человечески позвонить, сказать, ну Миш, ну позвони. Ну вот лид пришел. Ну вот я сейчас в командировке за рулем там еду, мне неудобно. Ну Миш, ну вот клиент просил, вот ему нужно вот предложение, ну сегодня. Ну ладно, позвоню. И вот это работает. А если менеджер дает просто по головам, это не работает, потому что все начинают думать, что злой телемаркетинг назначил плохие лиды, он действительно может позвонил и не дозвонился с первого раза, а мы остаемся крайними. И вот этот негатив опять идет, накапливается, и получается, что маркетинг дает плохие лиды, а их еще и по головам за это бьют. Ну маркетинг-то злой. Маркетинг хочет быть добрым. Ну у нас другой подход менеджмента. Я тоже считаю, что должно быть все строго, но вот для созов дается поблажки, чтобы они больше времени на продажу уделяли, чтобы они меньше работали в системе. Для маркетинга одни цели, для созов другие. Спасибо. И сразу передаем слове Елене Жадановой, экс-директору по маркетингу издательства просвещения, но текущий статус, я думаю, она расскажет самостоятельно. Вот терпеть не могу, когда меня просвещением представляет. Не самая моя любимая компания в моей жизни. А перед этим? Перед этим был коммерческий директор очень самого крупного мясоперерабатывающего завода Дальнего Востока, компания Ратемира. Я три года прожила на Дальнем Востоке. Да. Такая сумасшедшая, из Москвы уехала на Дальний Восток. Я хотела сегодня поговорить про кастомер Джонни Мэп. Мы там буквально недавно общались на гильдии маркетологов и с грустью для себя поняли, что у маркетинга, видимо, до какого-то момента времени останется одна и та же тема. Вернее, мы будем продвигать три основные темы. Позиционирование точки контакта и карта путешествия клиента. Потому что, наверное, до момента, пока все компании в России не поймут, что с этим надо работать, идти куда-либо дальше практически бесполезно. Я просто буквально недавно попросила компания Джон Дир, абсолютно битубишный рынок, прочитать тренинг про маркетинг будущего. Я, как честная женщина, приехала рассказывать про маркетинг будущего, а у людей основ нет. И я им про то, как будут корабли борозить просторы океана, они, в общем, позиционирование не знают, что такое. Мы вот радостно пообщались. Что такое, в общем-то, кастомер Джонни Мэп и почему мы про это будем говорить? Что-то я сама ничего не вижу, честно скажу. Это очень хороший инструмент, который, как ни странно, был изобретен 10 лет назад, был изобретен компанией McKinsey. В Россию пришел, спасибо айтишникам, три года назад, потому что притащили его айти-компании, они по этой, по этому инструменту, по этой технологии стали делать, собственно, софтовый продукт. После чего вдруг все остальные начали понимать, что что-то как-то, наверное, это работает и на других рынках. Практически не знаю сегодня особых примеров, когда это используется в B2B. Наверное, почему я и захотела про это рассказать, потому что буквально вот вчера общалась с одним из клиентов по консалтингу, который мне сказал, ну, а B2B-то имеет какое отношение, как мы можем отсегментировать наших клиентов, например. Это ликероводочный завод, у него есть проблема. Он хочет свой премиальный бренд, ну, потому что он не премиальный, как выяснилось, он среднеценовой, продавать в режиме миллион дал. Абсолютно понятная задачка, поставленная собственником. Хочу продавать лям. А как? А выясняется, что есть проблемы с дистрибуцией. И когда мы стали сегментировать байеров, например, по архетипам, ну, стало понятно, в чем и где появляется затык. Почему это вообще важно? Макинзи провела исследование и выяснилось, что компания, которая знает свой клиентский опыт, а кстати, кто здесь маркетологи? Ага. Ну, я вас расстрою, через пять лет нашей профессии не будет. Будет профессия, которая называется специалист по клиентскому опыту. Главное, не менеджер счастья. Потому что, на самом деле, компании, которые изучают клиентский опыт и понимают, как клиент с ними взаимодействует, начинают расти в обороте. Ну, просто потому, что они начинают понимать, где же они его теряют. Они начинают сокращать расходы, потому что первое, что сокращается, это вот не просто дискуссия. Я просто Игоря знаю Рыбакова хорошо, в силу того, что он является меценатом в образовании. Это тоже интересный, кстати, маркетинговый ход у него и у Машковича, вернее, GR-ход, как взаимодействовать с государством. Потому что, как минимум, мы начинаем говорить с клиентом конкретным, на конкретном языке. Действительно, мы уже не бьем по воробьям из пушки, когда мы тратим рекламный бюджет, а мы начинаем понимать, кому и что мы говорим. У нас растет удовлетворенность потребителей, потому что прежде всего мы начинаем выяснять четко болевые точки взаимодействия потребителей и клиента с нами и, соответственно, их отрабатывать. Но если умные отрабатываем, если глупо и радостно ходим по тем же граблям, помните, как в том замечательном анекдоте, да, ты настоящий бледнолицый, ты два раза наступил уже на одни и те же грабли. И самое важное растет вовлеченность сотрудников, потому что, когда сотрудник начинает понимать, что ему делать и как, он начинает лучше работать и делать вот тот самый экстрамайл. Из исследований, которые сделала компания BNNCO, то, что важно и для B2B, и для B2C, а для B2B, наверное, даже сегодня особенно, мы в четыре раза выше наша вероятность потерять клиента, если у нас плохой сервис. Я как человек, который, вот мне тоже это, принтеры продавали, я лично точно помню, да, что больше всего раздражает. Это раздражает идиотский звонок, мне очень нравилось, да, то есть у меня вообще там, когда-то был логистический бизнес, я занималась автомобильной логистикой, понимаете, у меня 15 клиентов. Я их не просто по именам знаю, да, я знаю, кто принимает решения, как он себя ведет, вплоть до того, как зовут его собачку, да, я знаю про него в принципе все, а мне звонят, говорят, давайте вы дадите рекламу в нашем журнале. Я говорю, зачем? Мне там что в вашем журнале делать? Ну вот это вопрос телемаркетинга, да. Второй момент, который опять же из исследования McKinsey, просто у меня лично в ушах фонит. Затраты на удержание клиента составляют где-то приблизительно 12 процентов маркетингового бюджета, а вот затраты на привлечение порядка 55. Нам сегодня клиент привлекает гораздо дороже, чем его удерживать. Кстати, то, о чем мало кто думает из ритейлеров сегодня. Итак, зачем вообще в принципе нужна эта технология? Ну, первая история, мы начинаем вообще понимать, а как с нами чувствует себя наш клиент. И не важно, кто он. То ли это ритейлер, который для нас вроде как только проводник, но от которого наша жизнь зависит, ну, FMCG на 100 процентов, потому что он нас не захотел, на полку не положил, все, мы, собственно, до конечного потребителя не дошли. То ли это, например, в бытность, когда я была в просвещении, это вообще школа. Представляете, школа и бизнес. Ну, это вообще разные. Знаете, как у нас была шутка, что бизнесмена педагогику научить можно, а педагога бизнесу никогда. И ему надо объяснить, собственно говоря, систему нашего взаимодействия. Еще главное, ему надо научить, как ему покупать, потому что он, в принципе, этого не знает. Они 44 ФСН читали. Это возможность выстроить правильную стратегию, потому что, когда мы начинаем понимать, кто наши клиенты, как они делятся, мы начинаем наконец-то выяснять, какие у них проблемы. До этого все в маркетинге мы, в принципе, обычно только говорим, что надо изучать проблемы клиентов. Я мало знаю компаний, которые, в принципе, этим занимаются. Яркий пример – наш ритейл. Наш ритейл, в принципе, не задумывается о том, кто их клиент. Поэтому обратите внимание, у нас в любом ритейле одно и то же вам предложение, вам, как клиентам. Цена. А вас цена может совершенно не волновать. А вас волнует, чем пахнет в этом магазине. Вы заходите в магазин Перекресток, пахнет хлоркой. И даже если там самое дешевое, желание покупать там не возникает. Только об этом никто не подумал. Это правильная коммуникация. Опять же, начиная понимать, кто клиент, и мы начинаем взаимодействовать с ними на понятном им языке. Смотрите, когда мы начали историю логистический бизнес, порт Санкт-Петербурга, мы решили, что чьи-то к нам машины новые ездят через Финляндию, а пусть они к нам ездят через Санкт-Петербург. Ну, пункт первый, который мы не учли тогда, потому что мы не подумали про нашего клиента, это вообще их образ России в их головах. Самый страшный образ русской таможни. Второе, что мы не подумали, что они будут смотреть очень линейно в тот момент. То есть они сравнивали прямые косты. Стивидоринг к стивидорингу, то есть стивидоринг в порту Санкт-Петербурга к стоимости стивидоринга в порту Котка. Хранение в одном порту с другим портом. Питер проигрывал 100%, но он был в два раза дороже. Когда мы стали изучать все эти вещи, мы выяснили очень простую историю, что нужно сделать пакетное предложение. Но мы этого не знали до момента, пока мы не начали изучать потребительский опыт. А потом мы столкнулись с второй проблемой. У нас появилась вторая точка контакта, что им надо суда развернуть. А это другие компании, потому что перевозчики морские, совершенно другие компании. Значит, нам нужно было выяснить, что у нас вдруг неожиданно, мы всю жизнь думали, что у нас клиент только автопроизводители, а выяснилось, что у нас еще есть клиент, это линии морские автоперевозчики. И нам нужно было с этим клиентом что-то делать и выяснять, а как он принимает решение и как он будет с нами взаимодействовать. Это позволяет мерить эффективность, это позволяет выстроить правильную стратегию, позволяет правильно визуализировать то будущее, к которому мы хотим прийти. Что такое вообще Customer Journey Map? На самом деле это абсолютно графический инструмент, процесс технологии визуализации потребительских процессов, потребностей и предпочтений через их взаимодействие с компанией. Обратили внимание, что разные на этих дорожках, я правда не знаю, видно там что-нибудь или нет, если честно. Обратили внимание, что на этих картинках разные? Кто заметил? Смотрите, с первой ряда не видно, а там видно. Я поняла, тут надо наоборот назад садиться. Здесь история первой парты не работает. Так что было разное? Кто-нибудь обратил внимание, что разное было? Вот смотрите, тоже тест такой на внимательность. Это про клиентов все. разные дороги. Не просто так. Это не потому что мне захотелось разные картинки поставить. А у нас в рамках даже одной компании клиент может идти где-то по хайвею, а где-то по мосточку над пропастью. Мало того, это могут быть просто разные отделы. В 90% случаев, ну вот мы слышали историю, да, у нас сломалась, когда мы радостно уговариваем продажника все-таки позвонить клиенту. Ну, Миша, ну сделай доброе дело, да. Он хороший. Хорошо там девушка, можно хоть сказать, что она симпатичная, да. А если мужчина, гораздо сложнее. А вторая точка, где все ломается? Бухгалтерия. Это вообще страшная зона. Но просто обычно, почему это важно? Когда мы это просто разговариваем, у нас это превращается на совещание в базар и взаимное обвинение друг друга. Классика жанра. Маркетинг плохой, потому что мало лидов, лиды не те. Нет, продажники плохие, мы лиды гоним, они их не отрабатывают. Да нет, вообще во всем виновата бухгалтерия, потому что у них счета застревают. Знаете, с чем это хорошо? Просто сразу рассказываю. Ну, потому что здесь все нарисовано, и уже не надо задавать вопросов, у кого плохо. Это на картинке видно. И уже все вопросы пропадают. Да, собственно, как и что. Смотрите, я специально не взяла битубишные с карты. Я просто покажу несколько примеров. Это карты битусишные, но необычные. Например, вот эта карта, карта симфонического канадского оркестра. Вы просто вдумайте, да, симфонический оркестр изучает потребительский опыт своих клиентов. У нас, простите, битуси этого не делает. Ну, битубит тем более. А тут симфонический оркестр изучает. А вот это карта больного диабетом. То есть человек, который узнал, что у него диабет, по какой карте он вообще идет, да? То есть это карта, которая строится сразу всеми заинтересованными лицами, которые взаимодействуют с этим клиентом. То есть там и фарма, там и больницы, там и социальные службы, да? И они строят карту для того, чтобы понять. А вот человек узнал, и что с ним происходит? На каком этапе с кем он будет коммуницировать? Ну, это вот уже человеческая карта. Это карта, когда мы строим. Человек решил попутешествовать на автомобиле. Моя любимая карта. Андрюша решил купить под рабочкой Маше подарок. Это самый сложный экспериментальный путь. Как это вообще, в принципе, строится? Все очень понятно. С одной стороны, мы должны понять, в чем проблема. Вот я вам говорил, у нас проблема была переключить крупных автопроизводителей с порта Финляндии на порт Санкт-Петербурга. Колоссальная проблема. Как? Как их заставить развернуть лайнеры и запортовать их в другом месте, да? Дальше мы, что мы делали? Мы сегментировали наших клиентов. Мы их, ну, нам было проще, у нас 15, нам не надо было строить персонажа, потому что, ну, понятно, 15 человек, мы их можем просто описать. У нас основные 15 директоров по логистике европейских, которые принимали это решение. Потом выяснилось, что их больше, как я еще раз говорю, да, выяснилось, что там еще морские перевозчики играют. Мы начинаем изучать, а, собственно говоря, как они принимают эти решения, по какому пути они идут. Мы это выясняем все точки контакта, мы меряем их эмоциональный фон, мы понимаем, где они взаимодействуют, с каким департаментом, сколько они тратят на это время, сколько мы хотим, чтобы они тратили на это время. И в конце концов получаем карту. Какие решения? У нас есть два этапа. Этап номер один — это вообще первая покупка. Ну, она, естественно, начинается с того, что кто-то вообще, в принципе, задумывается, что ему что-то надо. Или у него появляется какая-то проблема. С B2C проще. У нас есть вынужденная покупка, проблема и мечта. С мечтой вообще хорошо, когда говоришь у всех, мечта похудеть, 2% доходит до фитнес-клуба. Но мечта есть у всех. Что это может быть в B2B? Мы хотим встать на полки во все ритейлеры, во все торговые точки, которые есть. Ну, например, это абсолютно четкая цель жвачников. Ну, имеется в виду те, кто продает жевательную резинку. У них задача стопроцентная дистрибуция, количественная. Дальше начинается вопрос, собственно говоря, а как байер принимает это решение? Вообще кто эти байеры? А как к ним попасть? Вот мы сегодня раз, там, девушка нам рассказывала по поводу того, как они через телемаркетинг это решают. Ну, там, фэнсиджисты решают по-другому. Знаете, есть там, например, такой камблок-чат, в котором сидят камы всех крупных компаний, и там, кто знает контакты байера, который отвечает за чай в окее? Ну, там начинается сливаться информация, значит. Зовут Машей, любят цветы, не замужем. Это важный момент. У байеров очень важно. Байеров, ритейлеров нужно точно по архетипам строить. Дальше вопрос, как они осуществляют покупку, как мы им доставляем. Ну, сам простой РЦ в магазины, да. У нас был вопрос, как они доставят эти машины к нам, потому что глубина, например, в порту Санкт-Петербурга на 4 метра ниже, чем в Финке, вернее, выше. То есть, получается, нам не все лайнеры зайдут. Нам нужно их еще и заставить на другие проходы все перезагрузить. Не стали бы изучать этот путь, не стали бы анализировать, как идет эта машина. Мы бы никогда в жизни об этом не узнали. Они привыкли, что у них 13-метровая осадка, а у нас там 7 метров в самом глубоком месте. Как мы их обслуживаем, как они используют потом, собственно, наш сервис. Самое важное, как утилизируют. Это тоже важный момент. Ну, в B2B чуть меньше, хотя там утилизация, например, определенных опасных грузов, ну, вот Технониколь точно знает, это отдельная тема. Следующий этап, это нам нужно что сделать? Нам нужно мотивировать их на вторичную, третичную, четвертичную и так далее покупку до степени Н. И у нас здесь следующий этап. Первый, нам нужно вовлечь их в наше взаимодействие с нами. Нам нужно сделать их частью своей системы. Дальше, нам нужно вообще понять, удовлетворяемы их или нет. А тогда нам нужно понимать их эмоционально. Причем, смотрите, с чем сложность B2B? С B2C, это хоть понятно. Потребители поделил, но сейчас покажу. Я люблю пример про мам. Мамы – это вообще гениальная история. Их подсегментировали, теперь все понятно стало, как с ними работать. А здесь вопрос следующий. У нас удовлетворенность, у нас закупает один, ну, например, то, что происходило в логистике. Решение о том, как поедет, принимает директор по логистике. Решение о том, кто будет везти, принимает директор по закупкам. Работает со всем этим. Директор по логистике, бухгалтерия, дилерский отдел и так далее, сервисный отдел. Ну, потому что они же еще царапаться имеют обыкновение машины, пока их везут. Значит, там еще сервис включается. Кого мерить с точки зрения удовлетворенности? В принципе, всех, потому что у них у всех свои претензии. А существует ли повторная сделка? Любопытство. Это самая страшная история для любого бизнеса, потому что в определенный момент любой клиент, как бы он не был к вам лоялен и вами удовлетворен, он что начинает делать? Он начинает смотреть по сторонам. И здесь надо четко понимать, что происходит по этим сторонам. Потому что иногда бывает неожиданно. У нас так чуть в Ильичевск не ушло. Слава богу, это Украина. Тут уже начались проблемы с Украиной. Мы сказали, туда нельзя, сейчас война будет. Европейцы боятся, они сразу испугались и, в общем-то, не дернулись из Санкт-Петербурга. А в принципе, вероятность была, потому что было сильно дешевле и совершенно другой системы захода, особенно если это турецкое производство. Им там проще. Самое важное для нас получить историю, когда нас начинают рекомендовать. Ну вот, Технониколь когда-то этого достигла. Я просто знаю опыт компании, но мне вообще нравятся истории Игоря Владимировича. Больше, правда, связанные с образованием. Потому что я считаю, что то, что они с Машковичем делают, это гениально практически. Но факт остается фактом. Нам нужно сделать так, чтобы нас рекомендовали. Вот у нас, например, получилась история, что мы доработались до того, что российским логистам, то есть в российском офисе европейцы рассказали о том, что существуют компании российские транспортные линии и вообще они как-то в Питер что-то принимают. Понятно, да? То есть заход не через Россию, заход зашел через Европу. А что для российского менеджера самое важное? Ему же, когда европейский начальник говорит, слушай, там есть компания, посмотри, это воспринимается как приказ. Нам не пришлось ломать их сопротивление. Вообще. Мы четко знали, на что бить, потому что мы уже у этих все выяснили. И мы пришли к российским уже абсолютно подготовлены. Мы пришли с ним к готовым решениям. А менеджер любой ленивый. Мы все ленивые. Итак, шаг первый. Сегментируем клиентов. Вот мой любимый сейчас будет пример. Ну что такое? Не будет примера? B2C-шный. Мне очень нравится, потому что на нем легко объяснять. Потому что почти все из нас там бывают в роли мамы, либо у нас у всех точно есть мамы, поэтому мы сразу понимаем, кто это. Компания IPS отсегментировала мам и выяснилось, что две самые большие группы в России мамы – это контролирующие и самоотверженные. Понятно, да? До момента, пока мы этого не знали, мы как подходили к продаже рынка детских товаров. Мама 20-30 лет – это одна мама, живущая в городе. Мама 20-30 лет, живущая в деревнях – это вторая мама. Тут выясняется, что ничего подобного. У мам вообще другой подход. У них совершенно разный подход к степени контроля над тем, что они покупают детям. Вот контролирующая мама, самая большая группа – это мама, которая лучше нас. Вот для нас в образовании это было очень важно. Это мама, которая знает, как учить моего ребенка. Она прочитает все, что написано на этикетке. Она поднимет все форумы. И мне для того, чтобы продать ей лишнюю рабочую тетрадь, а мне понятно, мне хорошо, у меня учебник покупает школа, но мне-то нужно учебник догрузить чем? Рабочими тетрадями, которые покупает родитель. Для меня это самый большой, это 50% моего оборота. И это нам помогло понимать вообще, собственно говоря, что говорить маме амбициозно и что говорить маме, например, контролирующе. Как мы делили ритейлеров, байеров в ритейле. Ну честно, мы это… Я сразу… Главное, чтобы это не вышло никуда нибудь. Меня не увидели эти байеры, потому что мы их действительно описывали по психотипам. Психотипы были такие. Дама незамужняя, обделенная вниманием. Не просто так, потому что в этой ситуации у меня менеджер четко знал, какие слова ей говорить и с чем приходить на переговоры. Смотрите, сегментируем вообще даже не по подходу, мы сегментируем их по психотипам. И тогда мы понимаем, что к кому-то мы заходили с категорийным менеджментом, то есть мы приходили и говорили, смотрите, мы вашу полку проанализировали. Вот тут у вас перегруз, тут у вас хорошо, а вот тут, смотрите, как мы классно встаем. А кому-то мы приходили с другой историей, и сначала мы начинали за ней ухаживать. И это тоже потребительский путь, только в B2B, потому что без этого мы, в принципе, не могли встать на полку. Почему мы это начали делать? Потому что первый наш опыт был очень неудачный. Мы зашли в Ашан с категорийным менеджментом. Эта компания в Ашане не стоит до сих пор. Прошло 6 лет с того момента. То есть этот бренд в принципе туда зайти не может. Байер 6 лет не меняется, компания не может зайти в Ашан. Мы ее просто обидели на входе. Что мы делаем дальше? Это все, кстати, тоже интересная история. Это еще одна вещь, которая тоже немножко B2C, хотя абсолютно по той же логике сейчас работают многие B2B истории. Сегодня растет количество черепикеров. Это тех клиентов, которые ищут промо. У нас точно это есть в B2B, потому что у нас есть клиенты, которые ждут, когда мы сделаем очередную трейд-маркетинговую активность и их постимулируем. Они у нас закупаются и затаривают склады. Поэтому у нас начинается что? У нас начинаются с вами рваные продажи. С этим как бы тоже надо понимать, что с этими клиентами делать. Шаг второй. Мы рисуем их архетипы. Даже в B2B я все-таки предлагаю рисовать их в виде человека. Почему? Помните, да? Незамужняя любит знаки внимания. Почему? Потому что тогда мы начинаем понимать, как мы с ней общаемся. Чем персонализирование мы опишем в своего клиента, даже в B2B, тем легче нам будет с ним общаться. Это чистая психология. Она вообще не имеет ничего общего к бизнесу. Это чисто психологический фактор. Любому сотруднику, когда ему говорят, что это непросто, это клиент, который гипермаркет, у него большие обороты. Ну вот это что-то такое очень непонятно. Когда говоришь, значит так, там Марья Ивановна, Марья Ивановне 60 лет, она плохо овладеет компьютером, тут они начинают понимать, что не надо ей делать e-mail рассылку. Но она точно письма не откроет. А если откроет, в общем, не факт, что поймет, куда нажимать. А такие до сих пор есть. Что мы сюда вводим? Мы сюда вводим их психотипы, мы вводим их предпочтения, мы вводим их информацию о том, чем они увлекаются. Самое важное, мы здесь отмечаем, вот видите такой график, да, степень владения технологиями. Потому что тогда любой менеджер очень четко в виде эту карту понимает, а как ему, собственно говоря, с этим клиентом через какой канал взаимодействовать. Кому надо звонить, а кому, в общем, действительно проще делать через любые диджитал истории. История, это прямо сейчас Олегу будет, это как это на больное место. Я не верю в победу диджитализации в мире. Нет? Нормально? Ну, ты же у нас апологет диджитал маркетинга. Вот. А знаете, почему не верю? Ну, потому что люди все равно разные, да. И как бы мы не диджитализировали, у нас все равно останутся люди, которые захотят общаться face to face, да. И это все равно останется. Поэтому будет некий паритет. Что мы делаем дальше? Мы меряем его эмоциональное состояние, причем не просто так. Мы меряем его в точках контакта. То есть, когда мы разложили все это на шаги, мы начинаем раскладывать это на его действия и на точки контакта, где, в какой точке контакта, с чем он соприкасается. Ну, например, да. У него возникло желание, ему понадобилась монтажная пена. Я сейчас буду прямо местные примеры приводить. Что он начинает делать? Ну, наверное, он начинает смотреть рекламу, заходить в Google, заходить на форумы, смотреть в соцсетях, да, там спрашивать, ну, если это там B2C-шный клиент к прорабу пойдет, скажет, слушай, тут вот их 15, какую брать, да. А если он B2B-шный, да, то есть он будет спрашивать специалисты в любом случае, да, а что нам там в режиме деньги-качество, да, чтобы купить подешевле, а качество было получше и так далее. Вот они пошли точки контакта. В каждой этой точке контакта мы замеряем, хорошо или мы и плохо взаимодействие с нами. Смотрите, интересная цифра. 74% клиентов недовольны информацией на наших сайтах. 74% клиентов не находят нужную им информацию. Я вчера проводила тренинг очень интересный. Кто знает, что такое кидзания? Да, совершенно чумовое. У них есть ночи для взрослых. Я всем советую сходить. Да, это детский парк профессий, который очень хочет выйти на рынок школ. B2B-шный бизнес. Они пытаются. Я как человек, который их консультирует по этому вопросу, вижу все грабли. Вчера у меня сидит 15 частных школ, в котором мы обсуждаем, как им создавать брендинг, строим про карту и начинаем приводить пример. Смотрите, я говорю, смотрите, кидзани, заходим на их сайт. Вы – школа. Они прямо при мне заходят на сайт, говорят, слушайте, а где здесь вообще информацию для нас-то искать? Простая история. Они хотят выйти на этот рынок, и у них нет ничего на сайт. У них даже нет отдельного лендинга хотя бы для школ, где они не в режиме каждый раз презентации, когда я им за группу учителей привожу, рассказывают о том, что они делают сервис под ключ. А это можно прочитать, посмотреть отзывы и так далее. И на каждом этапе мы, собственно говоря, меряем эти точки контакта. Точек контакта у нас много. Самая любимая моя точка контакта – это особенно телемаркетинг. Мелодия, знаете, самая большая ложь 20 века. Ваш звонок очень важен для нас. И 10 минут мы слушаем одну и ту же мелодию, пока наконец-то мы станем важны для этой компании. А это точка контакта. А то, что мы слышим, и то, как говорят наши операторы, это точка контакта. И самое интересное, что мы до сих пор никто из вас нормально эти точки контакта не отрабатываем. То же самое здесь. Что здесь хорошо? Когда вы это разложили на графике, они обязательно… Есть программа, я потом покажу. То есть есть сайт, где это можно делать в онлайне. Я предлагаю на стенках, знаете, листочки пост-ит. Классная штука. Очень недорогая. Есть стена. И вы просто расписываете шаги и дальше клеите эти листочки. Что человек чувствует в момент, когда он вам звонит по телефону? Во-первых, с кем он коммуницирует, с каким отделом? Во-вторых, сколько у него занимает это время? Ну, спасибо GetResponse, Salesforce и так далее. Это все можно померить. IP-телефония сегодня позволяет это сделать. А дальше момент. А что он в этот момент чувствует? Вот это не мерит никто. Это через исследование. Это через наблюдение. Это через то, что попробуйте своих друзей попросить стать вашим тайным клиентом. Они вам расскажут всю правду. Девушкам проще. У них всегда есть та подруга, которая расскажет правду в деталях. Даже ту, которую ты никогда не хотел знать. Не знаю, есть ли такое в мужской дружбе, в женской есть точно. И попробуйте просто сами пройти свой путь, как тайный клиент. Вы знаете, вы столько узнаете, где хорошо, где плохо. Это очень важно, потому что это единственный момент, когда можно выявить болевые точки. Единственная сложность, это нужно делать честно. Мы люди, которые тяжело... Нормальная история любого человека, мы психологически пытаемся себя защитить. Поэтому, когда нам больно, мы начинаем себе врать. Вот тут важный момент, делать это честно. Что у нас получается? Смотрите, у нас есть шаги, у нас есть действия, которые делает клиент. И у нас есть в каждом действии точки контакта. А дальше в каждом этом действии мы начинаем смотреть, с каким отделом он взаимодействует. Вообще, сколько этих взаимодействий. Тоже пример, тоже, как ни странно, битубишный. Московский институт психоанализа занимается обучением учителей. Они объявляют курс, связанный с... Внимание, курс. Мне вот даже это понравилось. Эмоциональный интеллект. Модная тема, классно, все здорово. Дальше момент. Причем ты сначала платишь. Понимаете, да? Вы сначала платите. А потом тебе присылают список документов, которым нужен. Угадайте, сколько это документов. Это и есть развитие эмоционального интеллекта. Они его тренируют на входе, потому что тебе нужно отправить 11 твоих собственных документов. 11. Дальше вроде ты думаешь, сначала тебе становится страшно, потом ты смотришь, есть такая ссылочка, то есть можно все сделать в онлайне, ты так перекрещиваешься и понимаешь, что тебе не надо распечатать 11 документов. Ехать на Кутузовский проспект, вы знаете, что там с парковками. Относить куда-то там на этаж и потом обратно уезжать. Окей, это можно сделать в онлайне, ты открываешь в онлайне. И дальше написано. Прикрепите, пожалуйста, две страницы вашего паспорта. Как вы думаете, сколько у вас файлов можно прикрепить? Один. Один. Это еще ничего. А дальше идет вопрос. Прикрепите все ваши дипломы. В одним файлом. Представляете? Вы знаете, а теперь внимание, смотрите, у меня четыре диплома. Это мне надо их все отсканировать, свести в один файл. Внимание, сколько я действий должна сделать. А дальше вообще весело. После чего мне приходит письмо и говорит, вы знаете, вы забыли в вашем дипломе приложить вкладыш. Я 20 лет назад закончила университет, я 20 лет вкладыш в руки не брала. Первый раз он понадобился. Дальше момент происходит понятный. Угадайте с трех раз, что происходит дальше. Верните деньги. Они не набирают группу. Они месяц возвращают деньги. Месяц. То есть до момента, когда ты пишешь, ребят, ну все, дальше уже прокуратура. Ну потому что уже сил нет. Вас там кидают от отдела, работайте с клиентами в бухгалтерию. Бухгалтерия говорит, я с вами общаться не буду, идите в отдел. И вот этот месяц происходит вот эта история. У меня нет вопросов, почему там сложно учиться и почему, собственно, у них падает поток. У них вопросы есть. Я говорю, вы хоть сами один раз пройдите этот путь. Ну, наверное, все станет понятным. Самое смешное мне было, когда мне прислали заявление на возврат денег. У меня там большая скидка. Ну, в силу того, что курс читает моя подруга, мне дали хорошую скидку. Заявление мне прислали на полную стоимость. Я, правда, честная женщина, я написала ту сумму, которую заплатила. Но мне было дико интересно. Если я напишу полную, мне что вернут, я еще и заработаю. Вы знаете, судя по тому, как работает, шанс был. То есть я упустила свою финансовую возможность. Следующий момент. Очень важно мерить. Все, да, я заканчиваю. У меня просто осталось там два слайда. Время взаимодействия. Почему? Потому что я очень часто, например, когда та же самая история с нашими замечательными автомобильными клиентами, абсолютная наша уверенность была в том, что у него время взаимодействия с нашей бухгалтерией в принципе занимает максимум один день. То есть мы отправляем договор, они быстро согласовываются и все. Мы с удивлением узнали о том один раз, когда в компании Ford, что у нас договора висели почти четыре недели. Об этом главное никто не знал. Все было хорошо. Пока мне уже не позвонил озверевший директор по закупкам. Сказал, вы что, мимо тендера решили пройти? Следующий момент очень важный. Эмоциональный опыт потребителя. Что он думает, слышит, чувствует, ощущает, когда он взаимодействует с вами в каждой точке контакта. До смешного. Даже та мелодия или тот голос секретаря, и что говорит ваш секретарь, это становится очень важным. Люблю приводить пример в компанию Beeline. Вы когда звоните 0611? У кого Beeline? Ага, 0611 знаете, что такое. Beeline должен быть в следующей секции, но они не пришли. А, вот, жалко. Я бы им рассказала про это. Я чувствую, что Игорь Ман их научил, что им нужно быть клиентоориентированным. Поэтому их клиентоориентированность проявляется в том, что когда вы звоните, а понятно, что вы звоните в службу поддержки тогда, когда у вас проблема. И тебе тут говорят, здравствуйте, Елена. Алоха — это по-гавайски. На улице зима, понимаешь, что ты вроде как не на Гавайях. Вы, наверное, хотите узнать, сколько у вас денег на счету. Точно нет. А дальше у вас идет автоответчик. И это надо доказаться, что только по цифре 5, когда вам начинают, собственно, рассказывать не про то, сколько у вас денег, или что у вас в пакете, или где находятся у них офисы, а вообще про сервисы, которые они могут, можно будет набрать цифру 0 и наконец-то попасть на оператора. Это квест. Это квест. Ну, я чувствую, я себя все время чувствую этой бабушкой. Как это выглядит в результате? На самом деле появляется вот такая карта. Я понимаю, что мелко, но презентации будут, можно будет посмотреть покрупнее, на которой реально видно все. И я в этой ситуации говорю, эта карта должна висеть в каждом отделе для каждого типа клиентов. Тогда вопрос, где застревает в бухгалтерии или нет, будет абсолютно прозрачным. И тогда будет понятно, где это менять. Ну, источники информации о клиентах, они понятные, я не буду на них останавливаться. Я всегда говорю о том, что самая лучшая история – это форумы, самая лучшая история – это жалобные книги. Поэтому, если у вас еще вдруг есть еще и сервис, ну, имеется в виду ритейловый сервис, не надо учить своих продавцов на фразу «дайте жалобную книгу», говорить «а зачем?» Пусть дают, вы хотя бы узнаете, где у вас плохо. Это второй момент в B2B. Я всегда советую при разработке серьезных, особенно комплексных решений вовлекать лояльных клиентов в группу по разработке продукта. До смешного я это даже в колбасе делала. У меня были клиенты, которые участвовали в разработке продуктов. Ну, потому что, иначе мне технолог рассказывал, что там будет вкус дымка. Мне только конечный клиент мог объяснить, что он вкус дымка не чувствует. Есть сайт, который позволяет отследить все, собственно, отметить все точки контакта. Он, к сожалению, платный, и он, к сожалению, английский. Русских нет. А, нет, есть, вру. User Experience сделали карты. Там можно реально строить в онлайне карты клиента. Что, собственно, хорошая новость? Это первый шаг к вашей клиенту ориентированности. Плохая новость – это только первый шаг. Ну, потому что дальше еще есть семь шагов для того, чтобы стать клиенту ориентированным. Но это вот все, что я хотела рассказать про технологию. Я действительно… У нас мало по ней литературы, она только айтишная. Ну, действительно, то есть, когда ее читаешь, видно, что она заточена под IT. То, что я, когда изучала литературу, я читала, конечно, английские, англоязычные книги, но это та технология, которой я маркетологом очень советую заняться, потому что вы узнаете столько интересного и поймете, как вам можно… Вот тогда не надо Игоря Владимировичу объяснять, я просто знаю, как он относится к эффективности, эффективно это или нет. Прям показываешь, а он графики хорошо воспринимает. Все, спасибо. Если есть вопросы, я могу на них постараться ответить. Я передаю слово последнему спикеру в этой секции, который однажды мне в какой-то степени не учудил. Он пришел на конференцию выступать в свой день рождения. Да, это не сегодня, это был прошлый раз на конференции автоматизации маркетинга. Меня это немножко удивило, шокировало. За что тебе, Леша, спасибо. И поэтому передаю тебе слово и сим слабим. Учитывая, что так как, как я уже сказал, Beeline у нас не явился, то у нас все сдвинулось ровно на полчаса. Соответственно, у тебя 15 минут. Хорошо? Да, коллеги. Олег, спасибо за приглашение. Ну, про день рождения, да. Я забыл этот случай. Наверное, лучший подарок для меня это контракт с клиентом, поэтому просто хотелось более быстро продажу сделать. Коллеги, небольшой вопрос к вам. Просто хотел понять, вот мы слышали, что B2B начинается с сегментации. Можно понять, а кто находится сейчас в зале? Кто является представителем отделов продаж и маркетинга компании в B2B? Можете руку поднять? Ага, процентов 70. А кто является представителем рекламных агентств и вот не из B2B? А, все, окей. Очевидно, есть какая-то часть, которая воздержалась. Супер. Значит, пару слов про меня. Меня зовут Жарков Алексей. Я основатель компании Business Family. Это была такая организация, существует и сейчас, которая делает большое количество мероприятий для нетворкинга и коммуникаций. Мы провели около 4 тысячи событий, цель которых было расширение круга контактов людей и знакомства. В какой-то момент времени мы видели для себя, что основное использование нетворкинга, ну, как бы в том виде, в каком видели его мы, это B2B продажа. Ну, потому что нам нужны контакты в основном, да, для там нескольких целей и в бизнесе они, как правило, нужны для развития клиентов и для продаж. Кроме того, мы увидели, что основная наша выручка, которая там компания зарабатывала, проходила от платных мероприятий, активности, цель которых была лидогенерация. Нас это на определенное время сильно смущало, потому что вроде как бы мы были из B2C-шного рынка, но наши клиенты из B2B-шного и находились в такой абстракции. И примерно полгода назад мы к этой теме отнеслись серьезно, начали смотреть на различные направления своей стратегии и решили, что фокус нашего внимания в ближайшие пару лет будет лежать в сфере B2B-продаж, потому что мы на этом зарабатывали от клиентов эти логично. А в силу большого нашего опыта в IT автоматизации процессов мы хотели бы выйти на рынок автоматизации продаж. Почему автоматизация процессов? Потому что бизнес-фэмили, если кто-то был на наших мероприятиях, я думаю, видели, у нас очень продвинутая система коммуникаций, общения, и у нас очень продвинутый внутренний маркетинг. В компании работает 6 человек, только полтора человека заняты непосредственно мероприятиями. Мы провели 4000 событий, то есть это крупная цифра для ивент-рынка. Всего нас посетило 180 тысяч человек, открытые в 10 городах России, двух городах мира. То есть крупная история, команда очень маленькая. Мы посчитали, что мы что-то смогли сделать особенно в IT, что можно транслировать в сферу B2B. И где-то полтора года назад мы проходили интеграцию. Наш инвестор — это компания Softline, крупный такой IT, solution, service provider, как по-русски системный интегратор, поставщик IT-услуг. У них значительная доля в бизнес-фэмили. И мы проходили определенный процесс. Мы считали, что мы можем стать отделом маркетинга. На какой-то период времени я стал вице-президентом по глобальному маркетингу компании. То есть команда бизнес-фэмили отвечала за все мероприятия и весь маркетинг компании. Но в этом году мы решили вернуться к независимой деятельности. В компании осталась доля, но нам интереснее быть по духу предпринимателя, свободными стартаперами. Мы с компанией разделили наши сферы обязанностей. Но при этом мы глубоко покопались в том, как устроена B2B-продажа крупной компании. Оборудование около миллиарда долларов и 60 тысяч клиентов. И мы многие гипотезы потестировали год назад в таком суровом виде. И сейчас их выносим в некий такой продукт, который показываем вам. О нем расскажу. И расскажу о неких трендах, которые мы увидели. Такой последний рекламный вопрос. Если у кого-то есть Телеграм, только вы можете добавить меня. Мой Телеграм-канал Жарков.com пишется. Вот если добавитесь, мы там какие-то умные вещи пишем. Будем рады с вами какие-то обсудить вопросы. Если мы посмотрим на рынок B2B, то куда он развивается? Сейчас в мире начинают рулить темы искусственного интеллекта. Фраза из бита в России воспринимается негативно. Но если поездить по европейским, американским конференциям, они много говорят. И говорят примерно следующее, что B2B всегда была консервативной сферой, в которой доминировали личностные отношения и в которой инновации приходили намного позднее. Намного позднее, чем даже в B2C. С развитием новых технологий, с развитием роботизации всяких инструментов, автоматизации процессов, звонков, написания имелов, коммуникаций с клиентов, сейчас наступает некая критическая точка. Она наступит в ближайшие 2-3 года, которая сильно поменяет внутренние процессы в B2B. Это правда. В прошлом году в Америке появилось несколько интересных стартапов, цель которых автоматизация продаж и предвосхищение всех вопросов, которые могут возникнуть. То есть количество проектов там просто потрясает. Есть проекты, которые напрямую распознают звонки колл-центров в текст, сравнивают с неким идеальным скриптом и в реал-тайме рекомендуют, на какие вопросы в СЛЗУ стоит обращать внимание. Это может использоваться как колл-центром, так и с СЛЗами, сидящими, работающими непосредственно в компании. Есть система, которая реагирует на входящие звонки и в моменты первых 30 секунд по голосу рядом параметров и сравнив информацию, что известно про телефон и про компанию, редиректят звонок на того СЛЗА, у которого наибольшая вероятность закрытия сделки по данному типу клиентов. То есть классическая схема маршрутизации, это либо случайный сейлс, либо свободный на момент, но не факт, что он идеальный. Разных заходов в этой связи, их много, это реально интересная отрасль, и там есть что посмотреть. Не все пока реализуемо на сегодняшний момент, но к каким-то вещам уже можно приступить. Здесь также важно держать картину в голове, что если мы смотрим на всю эту систему B2B продаж и B2B маркетинга, то есть несколько веха развития. У нас предыдущий спикер, по-моему, рассказывал про исследование BCG McKinsey, McKinsey и BN, точнее. Да, есть еще исследование BCG, посвященное B2B. Оно вышло два года назад. BCG разделило этапы жизни B2B на три больших блока. Значит, первый блок у нас называется как сейлс-оптимизация. Это этап уже закончен. Собственно, это классический процесс продаж, когда в компании сидит прямой продажник, цель которого делать исходящие звонки, исходящие контакты, приходить клиентам, общаться. Классический процесс. Соответственно, здесь стандартный KPI, стандартный процесс. В нем много ручной работы, он не автоматизирован, над ним можно работать. Дальше появляется следующее поколение систем. Оно тоже подходит к концу в мире. В России, наверное, находится в середине процесса. На третий этап мы пока еще не переступили, но к нему подходим. Называется Next Generation Sales. Мне сложно было перевести на русский. Я прошу прощения, что заголовки оставил на английском, но вам так проще будет найти их в гугле, если будете потом на этой теме копаться. Это система автоматизации достаточно стандартная. Это CRM, которые вы используете. Различные системы помощи звонков в колл-центрах, написание e-mail. GetResponse является классическим функциональным, классическим примером такой системы. Тем не менее, эти системы не меняют процесс продаж. Они исходят из того, что основной акцент делается на исходящей продаже классически. У вас все равно сидит sales, sales все равно человек. Собственно, какие-то вещи он делает легче и быстрее. И что-то из этих процессов автоматизировано. И третий процесс называется трансформация каналов. Философски его называют акцент на инбаунд-маркетинге. Это когда мы отказываемся полностью от холодных звонков, про них забываем и делаем там, используем только те инструменты, цель которых мотивировать то, чтобы клиенты самостоятельно вам звонили, генерили входящий трафик. Наверное, такой яркий пример. Это блок компании. Здесь, на мой взгляд, самый приспевающий игрок в инбаунд-маркетинге это банк Тинькофф. Ну, в силу того, что его основатель, там Олег, да, очень ярко классно ведет блок. И вот те предприниматели, которые объединяются вокруг него, они как бы сразу же там могут использовать бренд, идти к бренду непосредственно по основателю. По блокам, кстати, тоже отдельная тематика. Вот в этом Next Generation Sales были большие ожидания относительно SMM. Это было, наверное, 4-5 лет назад. Было много исследований, как компаниям B2B вести SMM, как вести группу в соцсетях, в Линкдине. Большинство из них, к сожалению, прогнозы не сбылись, сильно поменялись. То есть SMM B2B на сегодня это абсолютно скучный контент, даже в мире в большинстве случаев. Плохо работающий, затратный, который держит, ну, потому что нужно, но большинству компаний, доминирующую большинство SMM значимого потока клиентов не дает. Такая же проблема с SMM была, кстати, в Softline. Это одна из вещей, которую нам подсвечивали. То есть бюджеты маркетинга плавно переводили в SMM, но они не сопоставимы даже с контекстом. Хотя контекст нереально дорогой, но как бы там даже близко не стоит эффективность. То есть это некая такая имиджевая составляющая. Вот здесь, кстати, очень интересное наблюдение. Можете покопаться. То, что мы нашли. И те аргументации, которые внедрили в том же Softline, частично могут быть полезны для вас. Это когда приходит мышление от блога компании к блогу сотрудника. То есть компании, отдел маркетинга и пиара, компании готовят контент для сотрудников. Сотрудников делят по определенным функциональным экспертизам. То есть не направлением, а экспертизам. Например, выделяют там Вася. Вася у нас будет отвечать за продажи машиностроения. Он эксперт в строительных кранах. А Катя у нас эксперт в холодильниках. Выделяют экспертизу сотрудника и в личном фейсбуке, в личных социальных сетях дают приготовленный профессиональный контент, который в течение квартала или полугода системно постится с комментариями, с поддержкой. И клиенты начинают объединяться вокруг сотрудника. Тут, правда, возникает риск, если сотрудник ушел, вы его потеряли. То есть немного сложно перегонять клиентов. Но это тоже задача решаема в целом. Важно, что компания КБСММ в таком контексте пока единственный формат для B2B, который внятно работает. Но тем не менее многие компании продолжают вести группу. Наверное, большая имиджевая часть здесь важна. Так вот, значит, в третьем этапе у нас делается акцент на некие новые системы, которые могут изменить ту карту процесса, чтобы клиент заходил самостоятельно. Вот. И здесь есть небольшая проблема, потому что, ну, как бы переход вот из первого второго, он возможен просто и быстро, а из второго третья нет. Потому что не меняя процесс внутри, не меняя понимание окружения, невозможно такие системы поставить. То есть приведу пример. Вот если мы сравниваем B2B, B2C, то одна из вещей, которая фундаментально отличает B2B от B2C, это возможность микротаргетинга. Это возможность выделения микрогрупп, управления ими разработки сервисов и продуктов для этих микрогрупп. Ну, почему? Потому что, во-первых, B2C – это количественно больший рынок, значимо больший рынок. У нас 7 миллиардов населения Земли. Да, если вы даже там берете Россию или Москва, 20 миллионов населения и делаете там, не знаю, какой-то B2C продукт, у вас все равно как бы средств аудитории очень большой. Количество большое, вам есть, у вас есть критическая масса цифр для правильной статистически значимой выборки, у вас есть большое количество разных каналов в эту аудиторию зайти. Вот. В B2B, если вы делаете узкие продукты, микротаргетинг часто сделать просто невозможно. Ну, даже возьмем примеры банков. На данном этапе сделать невозможно. Да, если мы берем банки и выделяем какую-нибудь микроотрасль, например, банк берет отрасль, там, компании в радиусе третьего кольца, там, не знаю, работы с киосками, все равно это количество компаний, там, ну, дай бог, десятки тысяч, скорее всего, даже меньше. Количества на этих данных не хватает. Есть отрасли, в которых, как бы, пример микровыборки, он там составляет до тысячи клиентов, их тоже не хватает. То есть их сложно собрать, их сложно изучить, сложно сделать для них продукт и сложно этим продуктом управлять, потому что служба маркетинга и продуктов управлять там десятью продуктами дешевле, чем пятью тысячами. Речь идет именно о таком продукте. Тем не менее, будущее находится именно в сегменте микротаргетинга. И в какой-то момент времени этот сдвиг начнет происходить. Так вот, для того, чтобы он начал происходить, появляется определенное поколение систем, автоматизация продаж, автоматизация данных с разных сторон. Есть компании, которые идут с big data в эту тему, есть компании, которые исключительно из алгоритмов идут снизу вверх, есть компании старого поколения, там данный брестрит, которые какие-то шаги в это делают. То есть направления игроки идут с разных сторон. Вот, но как бы важно понимать, что эта тема идет к микротаргетингу. То есть B2B-компания завтрашнего дня будет учитывать много факторов личностных, корпоративных. Вот и большая часть этих процессов будет автоматизирована. Вот, соответственно, как бы вы сможете управлять большим количеством клиентов. Мы сделали первый шаг, то есть вот как бы то решение, которое мы запускаем, оно еще не запущено, находится в Альфе, у нас называется биндекс, бизнес интеллидженс индекс, биндекс АИ. АИ, как бы, такое часто используемое сокращение artificial intelligence, потому что в самом процессе отбора данных у нас используется несколько нейронных сеток, но нам работа еще предстоит как минимум на год вперед, чтобы продукт был полноценно рабочеспособным для основной B2B аудитории. Что это примерно концептуально, что мы хотим сделать, какую часть этого рынка мы хотим взять сегодня на себя, где видим ценность. Это подготовка потенциального списка клиентов. То есть конкретно услуга. Мы хотим обратить внимание, что с помощью системы автоматизации вы должны быстрее отвечать на вопрос, кому продавать, когда продавать и как продавать. И сегодня большинство крупных компаний в процессе подготовки списка все равно используют ручной труд. То есть несмотря на обилие систем, там, Spark, DoubleGIS, прочих решений, все равно как бы нет меняет ручную работу. Нужно уточнить сайт, нужно уточнить там какие-то контакты, нужно уточнить карточки. В целом, если идти там в колл-центры, многие вещи декларированы, но они по факту не работают. То есть считается, что там колл-центры звонят по актуальной базе данных. Она актуализирована там другими клиентами до вас, вы по ней звоните. По факту, когда вот реально работа начинается, оказывается, это не так. Там конкретно с вами. Мы делали несколько тестов с колл-центрами. Там как бы точность 40% являли предыдущие докладчики. Там по контактам, по всему остальному. Это максимальная точность, которая возможна. Вот. Задачи эти цифры увеличивать. Вот. Соответственно, как бы первая задача, с которой мы взялись, это сбор, составление базы компаний. Мы пока делаем компанию России, вот. Но сделано глазами слоза маркетолога. То есть это не налоговая база, вот не классические базы, которые существуют сегодня. Это базы, собранные то, как мне нужно было бы, если я был бы главой продаж и там строил процесс, и встраивал процесс продаж так, чтобы миновать дополнительную ручную обработку. Вот. Собственно, если вам будет интересно, мы можем после выступления обсудить, что мы уже сделали. У нас около там 10 тестовых клиентов и 50 клиентов, которые купили решение, пользуются. Не всем сможем дать возможность попользоваться, вот, но как бы какие-то данные сможем подавать. Вот. Как бы первая задача, это собственно определить, кому продавать по разным разрезам. Ну, то есть, пример, то есть есть компания-банк, которой интересно решение продавать определенный банковский продукт в определенном радиусе, географическом. Географический радиус очень точно очерчен, и это вот не классическая карта, там, да, это вот не около метро, а это вот в конкретной графике. И компания выцепляется по физическому адресу. Есть решение там компании, сидящей в банках конкурентов, там, или компании, пользующие себя под определенным решением. То есть эти данные нужно выцеплять. Переворачиваем сейчас около миллиона сайтов в неделю, то есть физически загружаем, прочитываем процессом информацию, вот, и выделяем только те блоки, которые, вот, ну, только те части информации, которые важны для нас и используются в продаже. Вот, после чего это паковывается в определенный юзкейс. Юзкейс, который продается сейчас и успешно работает, у нас один, ну, то есть, вот на уровне это юзкейс связан с ресторанами, с банкетами, корпоративами. Значит, ну, просто чтобы было понимание, как бы, что может делать такие системы. Условно, как бы, радиус 2 километра от ресторана. Время. Все, да. Компания, сидящая в бизнес-центре класса A и B с определенным количеством сотрудников. И в момент въезда новой компании в радиус это отдается на аутсорсинговый колл-центр. Собственный колл-центр, ознакомится с компанией, дальше вот идет по процессу, отдает лид клиенту. Вот. В общем, меня просят удаляться со сцены. Вот, если интересно, можем продолжить общение в кулуарах. Вот. А вам, наверное, рекомендуем посмотреть западные решения. В России пока таких решений основательных нет. Вот. Но западные многие уже есть. И они, по крайней мере, дают подсказку процессу, который можете реализовать у себя внутри частично. Вот. Ну и надеемся, что там через пару лет и в России будут игроки, которые эти сервисы будут предлагать. Вот. Ну и наши попытки на этой карте может быть даже реализуются какими-то успешными. Спасибо. Вопросы? Алексей, приветствую. Денис Суслов-Селден. Скажите, пожалуйста, а как вы все-таки собираете информацию о компаниях и структурируете себя? Вы же конкуренты. Мы же вам не скажем. Просто вы сказали, что вы собираете не структурированную информацию. Не структурированную, да. Ну хотя бы… А вот конкурентам не скажем. Будьте клиентом, NDA покажем. Вот. Но она собирается из сложных доступных источников, легальных, и она очень сфокусирована. То есть если ССЛ, да, он как бы универсальный в каком-то понимании, да, вы как бы даете очень общую информацию, то у нас есть очень тонкий универсальный слой, дальше есть очень глубинные решения. Ну, как правило, это косвенные данные, непрямые. То есть приведу пример. Да, что такое косвенный, да. Смотри, вот, ну, условно, там такой очень тонкий запрос, да, там компании, интересные клиенты, которые работают там на определенной CRM-ке, условно. Потому что это означает, что у компании есть определенный бюджет, они проходили определенный процесс. Вот у CRM-ок часто бывает в ходе на сайте следы, какая CRM-ка стоит. Вот тебе как бы в этих вещах, если ты понимаешь клиента, понимаешь use case, и тебя типа вот инвестиция в такую обработку данных отбивается, то мы можем выдернуть там все компании, клиенты, а мы CRM, например. Есть такая… Мы, смотри, мы взяли вот такой тонкий слой универсальных данных и дальше берем конкретный use case, например, рестораны. Взяли и сделали там только банкеты. У нас на рестораны мы считаем там вообще весь рынок 100 клиентов. Ну, как бы может быть 200. Те, кому можно продавать, вот, ну, по цене там по ряду причин. Вот, нам их важно проверить. Мы из ресторанной отрасли, нам просто их набрать. Мы их запустили, проверяем. Дальше есть определенные use case в банках. Это не универсальные, они очень-очень тонкие. То есть вот систему нельзя взять и заменить отдел продаж, нельзя взять и не пользоваться чем-то другим. Но если у тебя стоит задача, ну, там приведу пример. Вот есть конкретный банк, ему нужны растущие клиенты Тинькофф банка, которые стоят на грани того, чтобы их оборот вырос, и у них что-то еще происходит, что вероятно означает, что им будут нужны дополнительные финансовые продукты, и они не внутри банка, то есть они их не видят. Это собирается кучей косвенных данных. То есть компания растет, там, публикация пресс-релизов растет, агрессивно растут соцсети, дается контекст, что-нибудь еще происходит. Там 8-7 параметров, корреляция 80%, что компания будет переезжать в новый офис, перейдет в новый сегмент клиентов, и ей нужны новые, там у нее будет много сотрудников, ей нужно новое РКО. И вот на этом этапе, там, за квартал полгода ловить много. Есть кейс по недвижимости. Бизнес-центры в округе хотят найти компании, которые растут, им нужно офис больше площади, потому что переезжать рядом проще. Радиус 5 километров, компания, есть рост выручки, есть активное размещение вакансий, есть активный рост пиара, есть активный рост бюджета. Еще два параметра, 80% корреляции, что компания переезжает в течение полугода. Если один упустить, получается не 80, бессмысленно, деньги теряются. Вот там есть они собранные, они корреляционно дают тебе сигнал доверия, только бы ты это выделяешь как юзкейс, вкладываешь все деньги в датамайнинг этого юзкейса, и дальше мы продаем этот юзкейс, его мониторим, например, ежесуточно. Но это серверные мощности, там разные мощности. То есть это через юзкейсы. Спасибо, Алексей. Остальные вопросы уже в перерыв. Перерыв, коллеги. И в 3 часа давайте продолжим. Наша новая секция, посвященная интернет-маркетингу относительно B2B. Наш первый спикер Алексей Богдановский, как правильно, интернет-агентство. Интернет-агентство Амада расскажет про то, как непосредственно продвигать завод детально с помощью интернет-маркетинга. Алексей, вам слово. Добрый день. Еще раз, да, меня зовут Алексей, я директор интернет-агентства Амада. Амада. И я буду рассказывать все на примере реальной жизни, реального завода, реального продукта. И пока буду рассказывать, расскажу, что мы использовали, какие инструменты для того, чтобы добиться этого результата. Вкратце о нас. Мы делаем полный цикл, то есть начиная с проектирования, разработки, продвижения, поддержки. То есть и как сами сайты, лендинги, так и рекламные кампании и все, что с этим связано. Вот. Соответственно, в процессе привлекаем необходимые для цели и задачи сервисы. Работаем по всей России и в том числе есть клиенты за пределами России. Экспресс-формат портфолио, да, то есть у нас более 500 проектов и вот они очень все разные, но так получилось, что исторически мы начали специализироваться на производствах, на заводах, на B2B клиентах, которым надо найти B2B клиента. Вот. И так как времени у меня немного, всего лишь полчаса, мне нужно рассказать то, что мы делали последние два года, то я начну как бы с самого главного, с результата, да, результат, который мы смогли достичь. У нашего клиента было 0 дилеров, когда мы начали работу и был продукт. И клиент, завод решил проверить, что с этим можно сделать и, собственно, начал строить продукт, начал строить дилерскую сеть, начал строить продажи. И у него была одна точка продаж прямо на заводе, куда приезжали люди и покупали продукт. Сейчас вы узнаете, какой продукт. И это продолжалось довольно долго. И спустя два года мы сделали это. То есть сейчас у него, ну, округлю, у них там количество дилеров меняется, то есть 39, 40, 41. Вот. И это сделано за два года. То есть дилерская сеть по всей России. И теперь в цифрах. Продают и изготавливают они прицепы. Знаете, что такое автоприцеп? Автоприцеп, который для легковой автомобиля. Да, то есть не который грузовой большой, а который маленький. Вот. У них достаточно большая широкая линейка прицепов. И вот когда мы начали, было производство в год меньше 500. В прошлом году почти две с половиной тысячи, точнее полторы тысячи. И в этом году они придут к двум с половиной тысячам прицепам в штуках. Цель выйти на 500 миллионов рублей в год. Я вот по поводу этой суммы и цифры вообще хотел опрос произвести небольшой. Из присутствующих здесь есть компания, у которых оборот меньше 100 миллионов в год. Немного, да, но есть. Вот. Присутствующие здесь есть компания, у которых оборот от 100 до 500 миллионов в год. И, соответственно, все, кто выше, да, все остальные выше? Отлично. Вот. У меня, конечно, пример, ну, такой, не очень, не очень большой, да, но это все-таки бизнес и достаточно, как бы, емкий и большой по работам и так далее. Вот. И я бы тут хотел заострить, на чем внимание. Мы, вообще, я, да, я не сказал, что я из города Перми. Вот. Мы региональное интернет-агентство, да, работаем с региональными заводами, которые в регионах работают. И еще тут такой момент с региональными бюджетами. Вот. Вот этом вы увидели, какой мы результат достигли за два года. Сколько продали прицепов с помощью дилеров, в том числе и через розницу тоже. Как вы думаете, какой был бюджет на маркетинг? Так. Еще раз. Миллионов пятьдесят, да? Еще варианты? Не, ноль тут уж совсем никак. Включая сайт. Не, за пирожки мы не работаем, конечно, это уже как бы до миллиона. Смотрите, то есть реально это не скрывает, то есть это цифра, которую клиент готов озвучивать. Мы согласовывались с клиентом, что мы можем это рассказывать. В общем, маркетинговый бюджет сто тысяч в месяц. Вот. Сто тысяч рублей в месяц. На эти деньги делается все. То есть и разработка сайта, и там и лендинги, и реклама, и контекстная реклама, e-mail и так далее. Вот. Да, странная сумма, не очень большая, но для нас это как определенный вызов, да, что мы можем сделать на эти деньги. А сделать мы можем, как выясняется, довольно много, да, то есть иногда и неожиданно для себя, но чаще ожиданно. Вот. И я так немножко о заводе расскажу. Это называется Краснокамский РМЗ. С 73-го года работает. Ну, в общем, такой нормальный советский завод. Выпускают они целую линейку продуктов. Вот разные названия, контейнеры, сельхозтехника, складское оборудование, навесное оборудование для тракторов и, в конце концов, автоприцепы. Автоприцепы, вот, начали они выпускать с 12-го года. И кто-то вообще знаком вот с таким характером производства товаров? Нет, да? Ну, ладно. Тем интереснее. Вот так это примерно визуально выглядит, чтобы вы представили, как это вообще все в жизни-то выглядит. И у них есть клиенты, соответственно, это в основном это B2B клиенты по каждому из этих направлений. Мы занимаемся каждым из этих направлений, но я буду рассказывать конкретно про прицепы, потому что здесь наиболее интересный кейс. И начну с того, что Краснокамский РМЗ заключил договор на использование логотипа бренда экспедиции. Этот бренд вы знаете. Вот. Потому и заключили соответствующее соглашение. Экспедиция сделала, по сути, исключение для этого завода, потому что, по сути, она никому не дает свой логотип. Вот. Но в данном случае удалось договориться. И это было достаточно большой форой, потому что эти прицепы без бренда никому были неизвестны. Когда у них появился бренд, они стали уже сами за себя говорить. Вот. Это, конечно, помогло нам. И это не стоило там каких-то огромных сумм. С чего мы начинали? Мы начинали с лендинга, который был посвящен розничной продаже прицепов в рамках города Перми там и округи. No name. То есть не было еще экспедиции. Вот. Но мы проверяли спрос. Мы просто проверили, как будут реагировать люди в нашем регионе на то, что появился какой-то прицеп, который они раньше не видели. Вот. И люди начали реагировать и приезжать. Мы нарисовали из города Перми, так что вам узнаете, какой город Перми находится. Вот. В общем, вот это... Да, я там вот отмотаю. Вот город Пермь, да, там где-то в середине карты. Вот. И в нем, значит, есть река. Кама называется река. Это город. Это сам город Пермь. А вот это Краснокамск. Между ними где-то примерно по московским меркам небольшое расстояние. Час езды от силы. Это если не спешить. Вот. И, соответственно, мы показали на этом ленинге, как приехать из центра города на завод за прицепом. И люди поехали. Вот. Удивительно. И на основании этого утверждения мы стали двигаться дальше. То есть был разработан интернет-магазин. Причем этот интернет-магазин, это была в основном идея не наша, а идея собственника. То есть он хотел, чтобы прицепы можно было купить онлайн. С доставкой. Ребята, кто готов купить прицеп онлайн с доставкой? Один человек. Да, теперь я усложню задачу. Прицеп приходит в разобранном виде. С инструкцией, да. Вот. Мы очень долго бились над тем, чтобы люди начали заказывать прицепы на сайте в интернет-магазине. Мы сразу сказали нашему клиенту, что это проблема. Это реально сложно. Вот. Продукт очень сложный. Дорогой. Ну, как бы ценовой диапазон где-то 30, 50, 60 тысяч. Примерно столько они стоят. Вот. То есть нужно оплатить онлайн, заморочиться с транспортной компанией, получить прицеп в ящиках, собрать каким-то образом тут же, прицепить в своей машине и увезти. Я могу даже сразу для вашего клиента хак придумать. Вопрос не в доставке, вопрос не в сборке, вопрос в фаркопе. Вот нужно договориться им с местными автоакадеменными салонами, которые могут фаркоп ставить. Да. Да. Вот и все. А потом все остальное. Отлично, отлично. Сейчас я расскажу, что было дальше. Вот. Ну, соответственно, мы столкнулись, конечно же, с той проблемой, что мы льем контекст на розницу, да, контекстную рекламу. А все знают, что такое контекстная реклама? Я думаю, что уже все знают. Вот. А фаркоп — это такой крючок, который сзади машины торчит. Вот. И, в общем, заказов как-то не особо было через интернет-магазин. И… Но при этом люди приезжали, продолжали приезжать на сам завод и покупать прицеп из завода. Вот. Причем мы удивились, что начали люди приезжать из других городов. Да, как бы… То есть они не могли решиться сделать заказ на сайте, они все-таки приезжали на своей машине, некоторые там по тысяче километров ехали и покупали прицеп. Вот. И звонили, конечно, тоже. И мы предложили клиенту наконец-то уже заняться тем, что развивать дилерскую сеть. То есть это все по аналогии, в принципе, с автобизнесом, да, то есть автомобили продаются через дилеров. Также и прицепы очень близко к этой теме. И раньше на этот бюджет не выделялся, да, вот этот маленький бюджет, а сейчас у нас появилась возможность. Мы сделали специальную страницу на сайте. Мы сделали кнопку большую, заметную, стать дилером. На этой странице расписали все преимущества для дилеров, да, то есть что они получают, какой классный бренд экспедиции, какие классные прицепы. А прицепы реально классные, то есть они очень хорошо сделаны, там лазерная сварка и цинков всякой и так далее. И стали вести контекст еще на поиск дилеров. Ну, так примерно выглядело там в Яндексе. В общем, это не особо. Вот. А это тоже розничная реклама. И, а вот это про опт. То есть прицепы оптом смотрим в контексте запросов 145 штук в месяц. Маловато. Ну, как-то для развития дилерской сети что-то тут не хватает, да. Еще тысячи примерно запросов к этим 145 хотя бы. Вот. Но страница есть. Мы понимаем, что надо что-то делать еще. Конечно, мы запустили объявление и на этот запрос и стали думать, что делать дальше. Мы выяснили, что аудитория пересекается. Вот прицепы оптом. Это нижняя планка, грубо говоря, которую мы выискиваем в поиске. И вся остальная в RCA. RCA тоже, да, знаете, что такое? Рекламная сеть Яндекс. Вот. И мы решили запустить в RCA по запросам не оптовым, а по розничным запросам с объявлениями на опт. То есть на поиск дилеров. Что мы получили? Мы получили сразу же в конце, ну, только в конце октября запустили, сразу же получили заявку на дилерство. Потом в ноябре 15, декабре, то есть компания разгонялась. И, то есть, приходило по 30 заявок на дилерство ежемесячно. Вне сезона. Ну, там сезон такой, есть еще зимние прицепы для перевозки снегокатов и так далее, снегоходов. Это скриншот из почты, чтобы вы видели, что, да, реально приходили заявки. Вот. И вот так это примерно выглядело. Стань дилером по продаже прицепов, экспедиция. То есть мы очень эксплуатировали бренд экспедиции, потому что он узнаваем. Без этого никак. Цвет оранжевый, то есть этот оранжевый цвет не используют другие производители прицепов, да, то есть цвет отличался от конкурентов. И, соответственно, это был Яндекс, и в Google тоже запустили компанию. Цифры здесь вообще все размылись. Видно очень плохо. Ну, вот здесь видно… Переходы по рекламе. Мы видим здесь 35 переходов целевых. Там просматривали. Что интересно, что интернет-магазин, на котором была размещена страница для поиска дилеров, он ведь большой, да, то есть там описаны все прицепы, статьи, там всякие видео и так далее. Люди, которых мы искали на опт, они заходили на сайт, на эту страницу посадочную для них специально, и ходили по всему остальному сайту. То есть в среднем они просматривали 7 страниц на сайте, прежде чем отправить заявку. То есть это о том, что человеку недостаточно ленинга. То есть новый какой-то производитель, какой-то новый прицеп, он хочет узнать, кто это вообще в принципе, да, и что они предлагают, и он начинает ходить по сайту, изучать информацию более подробно. Вот. И, соответственно, это срабатывало… Вот. И RCA, соответственно, тоже приводил там около 20. В общем, ладно, цифры все размыты. И я немного расскажу еще о том, как это все у них происходит. То есть вот в таком виде отправляются прицепы дилерам. Максимально компактно. То есть машина загружается… Тут у меня слайды с машиной. Вот. Вот так вот машина загружается. Очень плотно. То есть если бы прицепы были собраны, то в машину бы влезло, ну, может быть, 6 прицепов. Здесь их просто куча. Вот. А вот в таком виде примерно получает клиент прицеп, если купит в розницу прицеп. Вот так выглядит завод. Ну, там изнутри просто завод. Вот. И понятно, что кроме контекстной рекламы мы использовали массу других инструментов и способов, как завлечь клиента. В частности, регулярные акции. То есть ежемесячно менялись акции. И мы тестировали, какие акции клиентам интересны. В том числе розничные. Вот. По рознице оказалось, что самая востребована – это компенсация доставки. Хотя бы частично. Потому что некоторые клиенты… И эта особенность, и почему интернет-магазин, кстати, он сейчас продает прицепы, там покупают те клиенты, которые не находятся в крупных городах. То есть там, где нет дилеров. То есть они находятся где-то в области. Вот. Они понимают, что дилеров, да, много, что прицепы интересные. Вот. Но они не хотят ехать куда-то с ним далеко. Они его заказывают и им привозит транспортная компания. И для них это не проблема. Соответственно, компенсация доставки для них очень хорошо срабатывает, потому что, ну, минимально увеличивает стоимость прицепа. Обязательно использовался колл-центр. Тут, наверное, не надо пояснять, да, что страна у нас большая, часовых поясов много. И, соответственно, звонили с разных регионов в разное время. И выяснили такой момент. Вообще, когда мы пришли на этот завод, у компании даже не было IP-телефонии. То есть сколько было звонков, никто не знал, кроме нескольких человек, которые сидели на телефонах. И их оценка по входящим звонках была очень субъективная. И примерно звучало так. Никто не звонит. Вот. Или звонят не те. Вот. Тоже хороший отмаз. Вот. Мы убедили клиента, и это убеждение далось нам тяжело очень, что нужно хотя бы начать IP-телефонию поставить. Вот. IP-телефонию поставили. И как вы думаете, что выяснили? Вот. Сколько? Угадайте. Да, процент. 50-40. Ну, прям это пессимисты. Вот. 30. Вот. 30 процентов звонков было пропущено. И мне перезванивали, потому что IP-телефонии не было. Никто даже не знал, что они звонят. Да. Ну, понятно, что там обеденное время и так далее, и так далее. А завод работал с 8 утра до 5 строго. Все разошлись. Вот. А звонят в любое время. Благо, у нас в Перми уже появились услуги колл-центров. Вот. И мы смогли договориться, посоветовать колл-центр местный, который смог принимать звонки. Какая проблема возникла с колл-центром? Как вы думаете? Абсолютно верно. То есть колл-центр не мог ничего связанного сказать на вопрос потенциального дилера или клиента. Они принимали розницу и дилерские заявки. И получилось так, что… Ну, то есть диалога не случалось. В итоге решили колл-центр настроить только на прием заявок. То есть их задача была получить контакты и понять, что они хотят. Все. На следующий рабочий день уже звонит менеджер завода и дальше решает все вопросы с клиентом. Почему? Потому что колл-центр, это чаще всего девушки, не могут объяснить в прицепе, что такое там, зачем фаркоп нужен, да, почему он не нужен и какой он нужен. Вот. И что такое резино-жгутовая подвеска или там, какие шины бывают и какой объем. Да, 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 да. Еще как собрать прицеп. В общем, вопросы сложные. Поэтому задача была именно формировать базу и дальше уже работал человек, который знает, как ответить на эти вопросы. Следующим переломным моментом у нас было в плане инструментов, да, это установка калибри. Вот. Для того, чтобы не просто знать, сколько звонят, да, и по какому поводу, но и знать, что с ним происходит. То есть у нас была запись звонков, да, всех, это с помощью IP-телефонии, а с помощью колл-трекинга мы еще узнали, по каким каналам они приходят и что с ними происходит дальше. Нужно объяснять, что такое колл-трекинг, все ведь знают уже. Колл-трекинг позволяет нам сделать привязку, то есть на сайте подставляются разные телефоны в зависимости от источника перехода. Перешел, допустим, ну, по-простому, перешел из Яндекса один номер телефона, перешел из Гугла другой номер телефона, перешел из какого-нибудь форума третий номер телефона, а если в поиске просто набрал там прицепы, экспедиция, то еще один номер телефона, а если через контекстную рекламу, то тут еще один номер телефона. Короче, под разные номера телефонов разные каналы. Вот, благодаря этому мы можем оценить эффективность каждого из каналов. Ну, вообще надо его поставить сразу, чтобы понять. Вопрос, сколько денег тратится на эти 10 звонков. То есть, если там нечего как бы оценивать и экономить, и эффективность повышать, тогда может быть, хотя я за то, чтобы ставить всегда. Вопрос оценки рекламного бюджета, объема рекламного бюджета. То есть, если для вас 50 тысяч выкинуть, на ветер это фигня, подумаешь, то можно, наверное, без колл-трекинга жить, потому что будут какие-то заходы, какие-то звонки. Но смотрите, какой здесь момент появляется, что, например, менеджеры могут быть перегружены некачественными звонками. Тоже плохо. То есть, колл-трекинг позволяет нам определить источник некачественных входов в компанию. В общем, короче, эта вещь нужна. И, кстати, коллибри, я вообще не про рекламу, а про то, что недавно появился сервис, который делает то же самое, только не с телефонами, а с e-mail. Кто в курсе про такой сервис? Да, определяет источник письма. Да, отлично, круто, молодцы. Остальные, видите, не знают. Значит, я что-то сказал новое. Вот. То есть, появился сервис, который позволяет определить, откуда, по какому рекламному каналу пришел человек, который вам написал письмо. Знаете, то есть, раньше всегда, как происходило, на сайте у вас есть e-mail, инфо, собачка, ваша компания, точка ру. Нет, не ростает. Это коллибри предлагает такой сервис. Коп называется. У коллибри есть сервис Коп. И, соответственно, технология та же самая. То есть, каждому пользователю показывается другой, разный e-mail. Соответственно, каждый пользователь привязывается к источнику, куда он перешел, и пишет он на разный e-mail. Понятно, что все приходит в одно место, но вы можете уже, да не вы, а как бы система определяет источник. Тоже позволяет оптимизировать. Естественно, что в данном случае в компании внедряется CRM. Был следующий логический шаг. И вообще, как бы я вот рассказываю, это все заняло два года весь этот процесс. То есть, не все эти инструменты, не все эти каналы были задействованы одномоментно. То есть, они появлялись эволюционно. Компания росла вместе с ростом, как бы, своих продаж. Причем CRM используется на данный момент еще только для розницы. А B2B сейчас в таком формате находится. Ну да, да. Вот. Мешает процесс. То есть, B2B клиентов их не так много, и клиенту кажется, что и так пока нормально. Вот. Ну то есть, это некий такой шаг, который нужно сделать. Все понимают, что его нужно сделать, но вроде пока так работает, и слава богу. Это еще не самое страшное. Ну да. У нас был клиент, который не только таблица была в Excel, они еще и писем через 1С писали. Через 1С? Не через CRM, а именно через 1С бухгалтерию. У них там был какой-то виджет, настроенный каким-то безумным программистом. Все приходящие письма приходили сразу в 1С, и они писали ответы из 1С. Обосновывая это тем, что им потом проще переносить данные в бухгалтерию, оставлять счета и так далее. Ну то есть, такая CRM на коленке была. Так что есть куда ниже. Я думаю, что многие испытали, наверное, CRM на коленке, да. Вот. Особенно в блокноте и в ежедневнике. Вот. Но это все-таки прошлый век уже. Забудьте про эти ежедневники. Вот у всех бумага лежит, но так странно вообще. Вот. Во-первых, будет запись, да. Во-вторых, будет презентация и видеозапись. Вот Олег сказал, что она будет разослана каждому участнику. Вот. И будет презентация у каждого на руках. Поэтому я думаю, что это очень эффективно. А так вообще в электронном виде фиксировать удобнее. Удобнее. Просто удобнее. Потому что бумажка потеряется, а это сложнее потерять. Разумеется, есть e-mail рассылки. E-mail рассылки ориентированы как раз на больше на B2B клиенты. Но они делятся там и на розницу, и на тех, и на тех. Для B2B это скорее поддержка дилеров. В том смысле, что какие-то новинки, новые прицепы, там новые функции, опции и так далее. Вот. Разумеется, есть группа ВКонтакте. она развивается. В ней что-то около там шести с чем-то тысяч человек. И есть видеоканал на ютубе. Просто я хотел продемонстрировать, как это выглядит вживую. Это один из первых роликов, который был заснят с прицепом. Да. Стань обладателем прицепа и узнаешь, что это. Да. Самое интересное, что люди участвуют в этом и пишут истории, да, делают видеоотзывы. И это как бы реально живой процесс. Вот. То есть люди в этом участвуют. Я специально показал, чтобы вы как бы вот увидели, что это реальность, да. То есть это не виртуальный мир, я рассказываю. И это видеоканал. Есть у них пятничная рубрика. Это видеоотзыв просто с первым клиентом, который приехал в пятницу на завод покупать прицеп. Вот. Берется любой абсолютный человек, который приехал, его с ним договориться о том, что скажи пару слов. Ничему его не дрессируют и не учат. Он не профессиональный актер. Как может, так и говорит. Но этот видеоотзыв потом воспринимается очень хорошо, потому что он настоящий. Вот. Это тоже очень важно и важная мысль, которую я хочу вас поселить. Потому что настоящий контент, он формирует некое как бы уважение аудитории. То есть люди понимают, что их не за нос вводят, да, а дают реальную информацию. Были использованы также оффлайновые форматы, щиты на улице, но это было только в городе Перми. И сейчас только идет речь о том, чтобы попробовать в другом городе разместить тоже плакаты и посмотреть на реакцию в другом городе. Это сложно оценить. Вот. Потому что… Когда… Видите, пока мы объясняли клиенту, зачем это нужно, да, то щиты уже висели. Вот. А так как это все растянулось на два года, то колл-трекинг, к сожалению, не успел захватить телефонные номера, да, которые размещены на щитах. Тут был использован общий федеральный номер. И… Ну, то есть я говорю, что в Перми на завод приезжают, вот. А как приезжают, выяснить не всегда удается. То есть то ли благодаря щитам, ну, в общем. Мы знаем, что на данный момент интернет-магазин, да, который уже не привязан к конкретной Перми, а который продает в федеральном масштабе, продает как один дилер. То есть вот примерно его объем продаж. Правда, вы не знаете, сколько продает один дилер, но оставим это за кадром. Использовался также Авито и тоже только для Перми. Вот. И с него есть прямые заявки, с Авито, то есть там есть возможность это отследить. Ну, и тут опять вкратце о нас. Собственно, что мы делаем, да. Этот кейс я привожу просто как один из примеров наших клиентов. Понятно, что клиенты у нас есть разные и занимаются абсолютно разными товарами. Но вот, как я уже говорил, исторически сложилось, что большинство из них это именно B2B продажи. И есть московские клиенты. И что нас радует, конечно, с московскими клиентами, то, что уровень подготовки, да, то есть уровень знания вообще сервисов, их необходимости применения и так далее, он, ну, так, значительно, скажем так, выше. Вот. И это во многом для нас облегчает процесс запуска тех или иных инструментов для привлечения аудитории целевой. И в данном процессе, если мы раньше занимались именно разработкой сайтов, да, когда мы стартовали еще в начале 2000-х, сам я с 98-го года занимаюсь интернетом, и раньше мы воспринимались как разработчики, то есть разработчики сайта, да, разработчики чего-то мы там все разрабатываем, вот. То сейчас парадигма, она полностью изменилась. То есть мы не разработчики, это вообще все ушло на второй план. Сейчас важно, какой у нас опыт и что мы знаем о том, как использовать этот опыт для того, чтобы привлечь клиента, целевого клиента для нашего заказчика. Вот. И примерно так это все происходит. То есть цикл, в принципе, стандартный, да, то есть изучаем задачи клиента, определяем цели, определяем стратегию, формируем задачи уже, ну, более мелкие, реализовываем, анализируем результаты, ищем точки роста и корректируем стратегию, что-то меняем. И примерно так это выглядит в случае с нашей работой над каким-то крупным клиентом. То есть направлений, как правило, много, и как я вначале показывал, у этого завода несколько направлений. То есть по каждому из направлений была проведена отдельная работа по поиску его целевой аудитории. Использованы разные методики, в том числе, например, для фронтлифта. Сейчас я быстренько. Я там время еще есть? Ну вот я буквально пару слов скажу. Так, так, так. Сейчас 10 раз пролистаю, и вы все хорошо запомните. Есть, значит, фронтлифт. Фронтлифт – это навесное оборудование для тракторов. То есть это не трактора, а именно навесное оборудование. То есть ковш, который там снег собирает, или ковш, который умеет сено там поднимать, тюки сено и так далее. Вот. И там тоже та же история продажи через дилеров. И эти дилеры, они немного другие, не как с прицепами, то есть совсем другие. Это сельхозтехника. И наша задача была поддержать бренд, да, то есть конкурентов очень много с этим оборудованием. И есть конкуренты, которые значительно дешевле продают, есть, которые дороже продают. Это где-то у нашего клиента средний ценовый сегмент. И мы сделали для каждого дилера в каждом регионе свой лендинг с контактами этого дилера. То есть и вели контекстную рекламу, и введем контекстную рекламу в рамках одного региона на лендинг. в том регионе, где рассказываем о продукте, о его преимуществах и даем контакты конкретного дилера. Вот. И с чем мы столкнулись? Опять вам вопрос. Ну, то есть дилерам, заявки уходят конкретным дилерам, да, в регионе. Что дальше могло случиться? Там человек уже уволен. У меня не все так плохо. Мы его нет. Да, тут, в общем, получилась такая ситуация, что некоторые дилеры не заморачивались и предлагали более дешевые аналоги. Вот. Ну, потому что они торговывают всей линейкой этого оборудования. Ну, звонят по фронтлифту. Ну, ладно, предложу другой вариант. Это ведь проще продать. Так ведь? Вот. И, соответственно, мы проводили исследования, да, тайного покупателя и прозванивали всех дилеров и выясняли, кто там чистый на душу, а кто не очень. Вот. И тем самым была проведена сортировка всех этих дилеров, проведены беседы. Вот. И зачищена как бы база дилеров была капитальна. Это позволило, опять же, увеличить качество рекламной компании, потому что стали обращаться именно по фронтлифту, стали заказывать именно это оборудование в заводы, то есть они это почувствовали. Вот. Там, где дилеры себя вели не очень хорошо, но регион был хороший, мы делали контакты самого завода. То есть не на дилера уводили, а на завод. То есть рекламу человек искал, допустим, в Краснодаре, там навесное оборудование для трактора. Моему раз лендинг. Да, навесное оборудование в Краснодаре, все круто. Вот оно, наше навесное оборудование. Телефончик, звони, 8800, и попадаешь на завод в Перми. Ну, то есть такая схема примерно. Если вдруг дилера нет. Вот. В Краснодаре есть. Я просто как пример. Ну, и тут по каждому направлению там разные истории. Прям минутку. Угу. Пока вы смотрите на мое фото, я еще расскажу пример того, как мы сделали продвижение для компании Симона, которые немецкое производство, пластиковых всяких фитингов, там, в общем, такая система у них интересная, там такая пластмасса, которая выдерживает высокие нагрузки, температуры и так далее. аналогов, в общем, в России нет. И наш клиент, находясь в Москве, стал официальным дилером, поставщиком этого, этого всего на Россию. Вот. И у нас была просто интересная ситуация, которая, я считаю, что она была бы вам интересна. Мы сделали сайт, мы его просеошили, да, и у немецкого производителя был свой такой глобальный сайт, да, который имел русский язык, там, ну, немецкий, английский и так далее. Вот. И мы сделали для дилера свой сайт, который тоже продает этот же товар. И плюс запустили контекстную рекламу, плюс SEO хорошо сработало, то есть он начал хорошо искаться по всем запросам. И получилась такая ситуация, что сайт неофициальный, да, вот этого нашего дилера стал выходить впереди. Надо официально. Вот. Кто-то знаком, да, уже с такой ситуацией. Вот. Это к вопросу о том, что нужно аккуратно работать с дилерами. Вообще, в принципе, политику с ними проговаривать надо, что они могут делать и что не могут. И в данном случае, к сожалению для нас, немцы сказали, что, ребята, так нельзя. Вот. И запретили, в общем, дальше двигать этот сайт. И там остался лейнинг небольшой, который чисто идет на прямые запросы из контекста. Вот такая мини-история еще. Да. Мне можно писать. Я всегда доступен по почте. Я есть в фейсбуке, в телеграме. И у нас еще есть своя еженедельная рассылка. Кому интересно, подписывайтесь. Мы все время пишем что-нибудь новенькое, что появилось на рынке маркетинга, интернет-маркетинга. Спасибо. Алексей, спасибо. Аплодисменты. Вопросы? Максим Куприянов, здравствуйте. Спасибо большое. У меня два вопроса. Первый – это то, что вы все рассказали, все вот эти каналы, которые… Ну и все инструменты, которые вы привлекали, это все стоит 100 тысяч в месяц. Ну, примерно, да. Без ваших зарплат. Зарплат? Ну, я имею в виду, это именно на запуск функционала, именно вот маркетинг. Смотрите, там понятно было, что на начальном этапе, когда была разработка сайта, там сумма была больше, да. То есть это вот так вот примерно это выглядит. То есть в среднем, если сейчас считать, то это около 100 тысяч в месяц уходит на рекламу. Сейчас нам поддержат… С поддержкой всех инструментов, всего инструментария, да? Да, да. И второй вопрос. Сейчас сколько стоит лид примерно? Так, у меня там, по-моему, слайд был даже, где-то было написано. А, там уже сразу же сколько дилеров ходится, по-моему, 600… Где, где, где? 600-700 рублей. Во. Одна стоимость одной заявки. А клик, какой смысл нам его обсуждать? Потому что там разные компании. Лид, а ну вот, лид на дилерство 600-700 рублей. Вот, что довольно приемлемо, в принципе. По рознице? По рознице понятно, что очень туго идет. То есть понимаете, что прицепы делают практически в каждом крупном регионе. Есть свой производитель. Если мы будем продвигать в рознице прицепы на всю Россию, бюджет нужен, понятно, что не 100 тысяч, а там миллионами уже считается. Вот. Мы сейчас идем путем регионов. То есть мы берем интересный регион и пробиваем его. То есть аккумулируем бюджет на этот регион, смотрим реакцию. Если реакции нет, меняем регион. То есть вот таким путем изучаем, по сути, спрос в разных регионах и конкуренцию тоже оцениваем. Потому что оценка конкуренции по принципу, кто там представлен, какие сайты и так далее, это одна конкуренция. Одна оценка. Оценка по спросу, то есть когда мы даем рекламу, и люди начинают либо покупать, либо вообще не покупают, это совсем другое. Например, рядом с Пермию есть город Екатеринбург. Его все знают. Почти, да? Вот. И он совсем недалеко от нас. И мы думали, о, классно. Свердловская область. Рядом с Пермию. Прицепы недалеко отправлять. Транспортные компании. Все круто. Будем, значит, туда рекламироваться. Интернет-магазин. Пойдут продажи. Запустили туда розничную рекламу. Продаж нет. Вообще. Вообще ни одной продажи. Почему? Потому что там продажи прицепов достаточно плотно схвачены внутри города, внутри региона. Там много своих дилеров с другими прицепами, которые активно-активно все это делают. И просто клиент не может выбрать по каким-то там условиям, опциям и так далее. Ему невыгодно заказывать из Перми. Спасибо, Алексей. Еще раз, наверное, спасибо. Благодарим спикера.